Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года в Жмеренке, Винницкой области. Украинский государственный и политический деятель, юрист. С августа 2019 года по март 2020 года являлся премьер-министром Украины, самым молодым премьер-министром в мире. Олексій, доброго дня. Я радий, що сьогодні в нас таке велике інтерв'ю. Я знаю, що перше таке велике для вас інтерв'ю. І в мене, насправді, дуже багато запитань. Да, Дмитро, мені також дуже приємно. І в мене також є питання, які я хотів би з вами обговорити. Я хотів би, щоб сьогоднішня наша розмова була максимально діалогом, якщо це можливо. Будь ласка, звичайно. Ви народилися в Вінницькій області, в Жмеренці, потім жили в Городні. В Чернігівській області. Хто були ваші батьки і що за атмосфера вас оточувала? Це довга дуже історія. Тому, я думаю, що ми, можливо, будемо окремі частини цієї історії відкривати поступово. Я українець. Це правда. Мої батьки повністю українці. Коріння з Вінничини. Є таке село Осіївка в Вінницькій області. Там колись була така козацька церква і козацька фортеця. Називалася Оса. Вони звідти вибігали і боролися з ворогами таким чином і жалили. І тому воно так називається. Там мої коріння. Я дуже люблю ті краї мальовничі. Але батьки переїхали в Жмеринку. Там познайомились. Я там народився. Батько військовий. І тому... А ви знаєте, в радянські часи військові, вони дуже багато патружували. Радянським Союзом. Тому занесло в Городню. Там була військова база. Аеродром. А він льотчик? Да, він льотчик. Він навіть був інструктором і служив за кордоном в Іраку в радянські часи. І тому ми жили в маленькому військовому містечку на самій півночі України. На кордоні фактично з Білорусію, з Росією. Тому я такий виховувався на телевізійних каналах українському. У Т1 тоді пам'ятаю. БТ було. Білоруський телеканал. Російський телеканал був. У мене була така середовище з трьома мовами, якщо хочете. Ви білоруську мову теж знаєте? Так. Знаю трошки. Добре знаєте? Розумію добре. Говорю, звичайно, вже набагато гірше. Але в мене багато друзів в Білорусі. До речі, я їх називався Брами. Це білоруське слово. Я дуже добре розумію. Я все абсолютно розумію, що вони говорять. Слідкую за білоруським контекстом. Я вважаю, що це важлива для України держава, важливий народ. У нас дуже спільні проблеми з ними. І тому так, я періодично проглядаю в тому числі їх інформаційні ресурси. І білоруську мову я розумію повністю. Нас дивиться зараз дуже багато білорусів, насправді. Чи можете ви їм щось сказати білоруською мовою, щоб їм було приємно? Що я можу сказати? Шануймося, сябри. Бо ми того варті. Це вже українсько. До речі, про мову. Оскільки нас дивиться, наш ютуб-канал, мільйони людей по всьому світі. І багато хто з них не розуміє українську мову. Чи можу я вас попросити це інтерв'ю, щоб ми записали російську мову як виключення? Давайте спробуємо. Коли ви були юноші, коли вам було 18-20 років, чим ви хотіли займатися? О чому ви думали? Какі у вас були мечты тоді? С теплотою вспомінаю те времена. Взнаєте, в 90-х, в маленькому місті, місті, в якому я виростав, там було 15 тисяч населений. І децтво фактично прошло совершенно інакше, чим зараз там виростають дітки в Києві. І це добре, це прекрасно. Прекрасно, що прогрес. Але те времена, для того, щоб було понятнє, собственно, нынешнему поколенню, це там ні телефона, ні інтернета, нічого у тебе нет. Ти живеш в маленькому місті, для тебя, значит, поїздка в областной центр, в Чернигов для нас тогда, там раз в три місяці на ринок с родителями, це там бачить праздник. То есть ты можеш там рассчитывать на то, что там те деньги, которые ты там накопил, ты сможеш купить, например, мяч, і этим мячом один на всех, всем двором, значит, будеш на стадиончике, таком, значит, плохо предназначенном, на самом деле, для игры в футбол, но, тем не менее, играть со своими сверстниками. Это такое очень, это теплое очень воспоминание, но я очень хорошо понимаю, что и сейчас в маленьких городах, в маленьких селах у детей фактически очень мало возможностей для того, чтобы добиться чего-то в жизни. И эти барьеры, они, к сожалению, существуют и до сегодня. Я прекрасно помню отдельные теплые моменты, когда там окном внешний мир для тебя может быть там какая-то газета на рынке, которую ты покупаешь. Сегодня это уже интернет. Для меня тогда это было два журнала. Я каждую неделю приходил на рынок, и в одном киоске там была такая раскладочка, очень простая. Можно было купить журнал «Футбол». Я очень его любил. Он выходил каждую неделю, я очень его ждал, потому что там была, значит, вот эта вот вся аналитика, это такое окно во внешний мир. И второй журнал, это... Я не помню название, но что-то про работу, учебу. Вот меня всегда интересовали вот такие вот возможности. Я всегда знал и хотел учиться в Киеве. Так и сложилось. Я понимал, что Киев, большой город, дает возможности развиваться, расти над собой. Собственно, поэтому вот мои стремления, они были и сосредоточены туда. Отец, конечно, подсказал мне и помог мне выбрать какое-то учебное заведение. Я там, откровенно говоря, не сильно хорошо разбирался о том, как все это происходит. И попал в город Киев, значит, вот в этот водоворот событий. жил в общежитии, значит, несколько лет. Очень хорошо помню, что такое жить на 4-5 гривен в день. В день? В день, конечно. Для студента это совершенно нормальная сумма. И если ты ее там не потратил в день, накопил, что у тебя на следующий день больше чуть-чуть. Поэтому это все вещи хорошо непонятные. И это, вы знаете, помогает трезво оценивать ситуацию и сейчас. В том числе. Потому что многие люди, к сожалению, до сих пор живут в таких условиях, в такой ситуации. Я очень хорошо понимаю проблемы студентов, хорошо понимаю проблемы ребят, которые в маленьких городах растут, и которые на сегодняшний день, к сожалению, проигрывают. Потому что наша постсоветская система, она, к сожалению, приводит к существенному неравенству, к серьезному неравенству. Детки, которые учатся в сельских школах, которые учатся и вырастают в этих условиях, они по исследованиям, которые у нас даже есть, объективно проигрывают ребятам и своим сверстникам из городов. Потому что меньше возможностей и все. Примерно отстают там на полтора-два года в зависимости от того или иного предмета. Им сложнее пробиться, но это возможно. И это важно понимать в нашей стране. В детстве, вот в том своем детстве, в городне Черниговской области, в маленьком городочке, вы могли себе представить, что в 35 лет станете самым молодым премьер-министром в мире? Нет, я не стремился на самом деле. Я хотел стать адвокатом. Вообще с глубокого детства, лет с трех, наверное. Вообще это отдельная история, очень интересная, на мой взгляд. У меня была бабушка, которая сейчас умерла, я ее очень любил. И она была достаточно таким конфликтным человеком. В том смысле, что она постоянно что-то делила с соседями. И постоянно была недовольна качественной правосудия. Потому что суды затягивали годами, все это длилось. Я, понятно, подробностей не помню, но сам вот это ощущение такой тотальной несправедливости. Когда я видел, что родной для меня человек не может добиться справедливости в суде, это привело к тому, что она постоянно говорила, вот, сынок, вырастешь, будешь защищать бабушку. Наверное, от этого, может, от чего-то другого. Но я буквально с трех лет четко для себя определился, что я вот хочу быть адвокатом. Мне очень нравились эти, значит, такие типажи. Я себе представлял, как вот эти вот пламенные речи, судебные соседания, вся вот эта романтика, связанная там с возможностью защищать, значит, людей от злых прокуроров, от злых, значит, милиционеров и так далее. Это меня очень, скажем, вдохновляло, что ли. И я поэтому для себя четко понимал, что я хочу иметь юридическое образование и настолько быстро, насколько это возможно, стать адвокатом. Я, собственно, стал им 23 года. И если я не ошибаюсь, для меня это было большое такое достижение, я сам собой гордился, вот, значит, для меня это было важно. Но потом, конечно, впоследствии с опытом романтика она ушла чуть-чуть на второй план. И, так сказать, стало хорошо понятно, что в существующих условиях нашей правоохранительной системы реальная работа адвоката, она очень сильно отличается от тех представлений, которые у меня были в детстве. Мы познакомились с вами до президентских выборов. Нас представил общий друг другу. И помню, вы произвели на меня такое впечатление, я признаюсь в этом, что я тогда сказал, что вам надо быть премьер-министром. Я не знаю, ли вы это помните. Ну, в деталях в таких нет, но, видите, ваши слова оказались пророческими. Кто порекомендовал вас на этот пост? Не знаю, у президента надо спросить. Но я очень хорошо помню, что я точно к этому активно не стремился. Наверное, кстати, поэтому и получилось. Все получилось очень для меня спонтанно, потому что весной меня пригласили в офис президента отвечать за экономический блок. Я хорошо понимал, что надо делать, поэтому согласился. Для меня вообще президентства Зеленского было огромной надеждой, потому что это такой символ, когда новое поколение сменяет старых. Очень хорошее, амбициозное. Я возлагал огромные надежды на эти изменения и с радостью согласился помогать на этом пути и этой команде. С первых дней я познакомился с огромным количеством молодых прекрасных ребят. Я до сих пор считаю, что большинство из них они ведомы очень такими хорошими побуждениями, хотя это как лучше. Три месяца мы очень плотно работали с президентом, я его сопровождал в его поездках. Я пытался донести до него, вместе с ним разобраться в каких-то чуть более, возможно, сложных вещах. Мы много обсуждали, что надо сделать. И поэтому я думаю, что в результате такой совместной работы на протяжении двух месяцев у них такая идея появилась. А протежировал вам Богдан или нет? Да я понятия не имею. Смотрите. Кто вас привел туда? Меня пригласил Богдан в команду. Да, он был на тот момент руководителем офиса президента. Но мы с ним с самого начала очень откровенно поговорили. И он сказал, что смотри, вот есть президент, ты на него ориентируешься. И к его чести я должен сказать, что у меня нет оснований, я никогда не дал повода мне сомневаться в искренности его намерения. Я считаю, что он реально был ориентирован на президента. С Андреем Богданом вы давно познакомились? Нет, буквально там за неделю до этого. Если бы я попросил вас его охарактеризовать, что за человек Андрей Богдан? Ой. Да, я бы тоже так начал. Он очень неоднозначный. Он очень неоднозначный. Он очень... Есть в русском языке такое слово взбалмошный. Он такой очень взрывной. Он принципиальный очень. То есть если для него что-то имеет значение, то вот он даже иногда в ущерб себе, он будет это точно отстаивать. Он не боится занимать позицию и не боится говорить в лицо то, что он думает. С этой точки зрения он достаточно сильный человек. Меня с самого начала волновали его связи, Коломойским, потому что они были очевидными. И мне много об этом говорили. Но в процессе работы у меня ни разу не возникло ощущения, что он каким-то образом подыгрывает. Не было такого слова. А мы сразу об этом поговорили. А для вас слово Коломойский это было что-то... Конечно. Конечно. Ну, давайте так. Не персонально он, потому что я не был с ним знаком. Но это же образ олигархов. То есть это вот люди, которые использовали средства информации, использовали свое влияние на государство, заработали огромные деньги. Это люди, которые в моем представлении поощряли политическую и не только коррупцию и так далее. Поэтому, конечно, к этим людям у меня было и остается очень осторожное отношение. Андрей Ермак, который сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента, что вы о нем можете сказать? Он намного более дипломатичный. То есть он осторожен в высказывании. Он намного менее конфликтный. Но, как мне кажется, отсюда же и намного менее искренний. То есть он намного менее открытый человек. В том смысле, что Бог на тебе сразу говорит то, что он думает. А Ермак, мне кажется, он намного аккуратнее тут действует. И тот и другой человек, из того, что я видел, они были тесно, очень близко общались с президентом. Это точно были люди, которые ориентировались на президента, но влияли на него по-разному. Между ними был конфликт. Был конфликт? Конечно. Конечно был. Но вообще сложно назвать человека, у которого с Андреем Йосиповичем сложились тесные дружеские отношения без конфликтов. У меня были конфликты с Богданом. Но это ничего личного. То есть это по каким-то рабочим вопросам. Потому что, конечно, когда что-то не получается, ты можешь злиться друг на друга. Но в конце концов всегда это выливалось в конструктивную какую-то работу. А по Андрею Ермаку я с ним работал намного меньше. Поэтому мне намного сложнее его характеризовать. Скорее по тем действиям, которые там сейчас есть. Но как организатор, кто сильнее из них? Я не работал с Андреем Ермаком. Поэтому мне сложно сравнивать его как с Богданом. Богдан был моим руководителем на протяжении трех месяцев. А Андрея Ермак нет. Поэтому это сравнение не было бы корректным. Но Богдан намного меньше связывает с русскими, чем Ермака, например. Потому что Ермак, он больше был... Он вел переговоры. Он больше был ориентирован на международный контекст. Он туда полетит, сюда полетит. С теми поговорить, с этими. И в этом смысле Богдан больше был ориентирован на внутренний процесс. А Ермак больше на внешний. То есть Ермак, я бы сказал, это больше такой трэблшутер. То есть вот он пытался идентифицировать какую-то проблему. И его решить для президента. Это очень разные люди. И я думаю, что есть у них у каждого и позитив, и негатив. Я бы сейчас знак плюс, знак минус однозначно не ставил. Хотя, конечно, и у того, и у другого есть такие стороны, которые очень настораживают. Настораживают? Ну, вот я поделился с вами о том, что, например, я изначально переживал по поводу связи. Богдан нас. Ну, а Ермак что может настораживать? Например, многих настораживает его возможная или недооценка русских в процессе проведения переговоров. Многие там вообще его агентом называют. Да, я не склонен так считать, если честно. Но я думаю, что какие-то ошибки, которые могли бы быть допущены или могут быть допущены сейчас в вот этом международном аспекте, вполне Ермаку могут приписывать. Когда вы стали премьер-министром, вы покатались на самокате по своему кабинету. Было дело. Некоторые сказали, блин, какой класс. Вот живой человек, не функция. Тут еще на самокате, в этих мрачных стенах никто не катался и с премьер-министром. Некоторые сказали, а что за детский сад вообще? Премьер-министр должен быть премьер-министром. Что это такое? Это вы придумали этот ход? Вы знаете, нет. Это предложил кто-то из команды. Но он мне показался интересным по двум причинам. Первое, я не склонен надувать щеки. Знаете, мне кажется, есть такое выражение прекрасное, что все самые большие глупости в мире совершаются с таким серьезным лицом. Я вот в это очень верю. Ну, то есть, недостаточно просто одеть костюм, так сказать, отрастить себе щеки, шею, и сурово выглядеть, и смотреть на подчиненных, стучать кулаком по столу. И, в общем, образ вот этих крепких хозяйственников, которые якобы, значит, там все могут... И кулаком по столу, если что. Абсолютно. И в лесу кулаком. И такие были, примерно. В общем, образ – это важно. Я согласен, что премьер-министр должен своим видом, моделью поведения не позорить государство, потому что это человек, который представляет государство. И мне кажется, мое поведение было достойным. Вопрос с самокатом – это невинная шутка, потому что это вспомните. Было 1 сентября. Это было обращение к деткам. Значит, когда они пошли в школу. Вот. И поэтому для детей там самокат – понятный символ. Плюс ко всему, мне кажется, что вот это такая немножко самоирония, она тоже человека сильного не должна пугать. Абсолютно. Поэтому я отношусь к этому спокойно. То, что нас систематически поливали грязью и пытались использовать там каждый какой-то повод для этого. Не было бы самоката, был бы, я не знаю, там, красный галстук. Не было бы красного галстука, был бы, там, не знаю, помятый каф. Но вы, несмотря на то, что такой креативный человек, все-таки кажетесь мне немножко даже старомодным, потому что я не припомню в течение долгих лет, кто бы еще из государственных чиновников, тем более такого высокого ранга, носил бы костюмы тройки. Вот на вас они очень хорошо сидят. Видно, что вам это нравится, что вы, как бы, это ваше. И вы ощущаете себя органично в костюмах-тройках. Почему костюмы тройки? Вы же современный молодой человек. Вы сами ответили на свой вопрос. Это нравится. Надо быть собой. Вот когда ты пытаешься лепить из себя там кого-то другого, ты чувствуешь себя дискомфортно, у тебя возникают какие-то проблемы с этим. Ты там думаешь о том, как ты вот, как кто-то что-то подумает. Я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Смотрите. Вот тут надо спокойно, да. Человек, и еще раз, особенно человек, который занимает высокий пост, должен выглядеть достойно. На мой взгляд, тот, каким образом я себя вел, не бросает тень ни на государство, ни на статус государственных органов. За нас точно не было стыдно. А по поводу каких-то особенностей моего стиля, моих коллег, можно судить много. Знаете, как говорят, что каждый товар свой покупатель. На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому я абсолютно спокойно ко всему отношусь. Более того, я считаю, что государственная служба, эта штука достаточно консервативная. И поэтому отдельные элементы консерватизма в нашем вот этом потоке креатива, они не помешают. Ну, вы знаете, что за любовь к такой одежде вас прозвали за глаза жилетка. Это далеко не самое плохое. А еще было что-то? Слушайте, мне там рассказывали о том, что нам приписывали вот эти вот какие-то ярлыки, там, соросята, вот, и все остальное. Смотрите. Вы не соросенок, кстати, скажите сразу. А вы мне скажите, что такое соросенок. Вот. Это очень интересно. Знаете, вот мне так интересно, мы можем пошутить, но на самом деле это глубокая и серьезная тема. Потому что я-то, товарища Сороса, в жизни не видел. Но я не считаю, что он что-то плохое сделал для нашего государства. Я считаю, что намного больше зло для государства. Это негодяи, которые его разворовывали десятками лет. А это же очень понятные приемы. Ну, то есть, выдумай врага. Кого? И пугай. Сорос какой-то. Какой-то дядя сидит, извините, за океаном. Ему приписали. Он и долей десятой. Он уже в возрасте, в конце концов. Если бы Сорос знал, насколько он влиятельный в Украине, я думаю, он бы сильно удивился. Это технология, которая появилась примерно прошлой весной. Технология русских. У нас есть даже под это определенные исследования. Потому что разгоняли этот нарратив про русские, про хремлевские СМИ в Украине. Подхватывали, значит, пророссийские провокаторы. Зачем? Очень просто. Для того, чтобы дискредитировать людей, которые имеют некий прозападный способ мышления. А это не про, условно, кому подчиняться. Москве, сори, или Вашингтон. Украина – независимое государство. Это о том, какой майнсет. То есть о том, какое мировоззрение у людей есть. Так вот, у людей моего поколения, если хотите, но не в смысле возраста, а в смысле способа мышления. То есть людей, которые посмотрели мир, которые понимают, как живут цивилизованные страны. У них абсолютно точно есть представление о том, что свобода – это правильно, о том, что функция государства сервисная, о том, что свободный... Ну, то есть рынок не в смысле, он там дикий и без ограничений. Нет, конечно, государство должно играть важную роль. Но это роль арбитра, а не роль активного игрока, извините. Потому что это давным-давно доказанная практика, что государство, если и играет, и его регулирует, ну, на таком рынке нормальной конкуренции не будет, ни инвестиций, ни рабочих мест, ничего не будет. Потому что регулятор всегда будет подыгрывать сам себе. Одной рукой деньги зарабатываешь, другой рукой правила пишешь. Это же очевидная вещь. Так вот, вот эти элементарные базовые понятия и нужно имплементировать или там внедрить, привить, если хотите, в нашу жизнь. А это невыгодно. Это невыгодно огромное количество монополистам, людям, которые привыкли ловить рыбку в мутной воде, извините. И, конечно, они будут относиться как к угрозе, а к людям, подобным мне, которые тут с какого-то, извините, перепугу пришли. Говорят, давайте по правилам. Давайте какую-то конкуренцию. Они не понимают, в чьих интересах вы действуете. Вы действуете в интересных странах? Мы не верим, мы таких не видели. Что вы нам рассказываете? За вами кто-то стоит. А кто это? Мы тут на полянке нашей не видим, кто из нас стоит, потому что они хорошо понимают, что мы не были ни с кем связаны. Значит, есть какой-то Сорос. И они придумали Сороса. А это нарратив, который легко ложится из русской действительности, потому что там похожие проблемы. Внешняя управляемость Украины. Конечно. Они этот мыслевирус поселили. Отдельные наемники олигархов, там, Дубинский тот же самый, эту штуку подхватили. Дубинский наемник? Конечно. Конечно. Это человек, который, я уверен, работает в интересах Игоря Валерьевича Коломойского. Значит, давайте скажем. Сороса вы не знаете. Ну, как вам сказать? Я знаю его в существовании. Да, лично не знаете. Никто от Сороса вами не руководил и вам никаких указаний не давал? Вы знаете? Или давали? Даже если давали, я об этом не знаю. Это как-то так было, наверное, сделано. Что мы об этом даже не подозреваем. Там, ну, абсурдность ситуации часто доходит и доходила до того, что я слышал на полном серьезе легенды о том, что все законопроекты, которые подавались правительством, значит, Гончарука, были написаны. Где-то, значит, написали кем-то. Я не знаю. И они в качестве директивы спускались из-за океана специально для того, чтобы постоянно... Смотрите, вы смеетесь. А есть огромное количество... Ну, это смешно. Смотрите, огромное количество взрослых, хочется верить, ну, неглупых людей, которые в эту чушь серьезе, на полном серьезе верят. И то, что это сказка про некое, некое, там, вот это вот такое западное чудище, которое является злом главным для Украины, и она существует просто для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и реальных негодяев, которые занимались тут коррупцией и разваливали страну, это никого не интересует. Ну, то есть вот найти пугалку внешнюю, и она якобы, значит, объяснит все проблемы. То есть, подытожим, вы не саросенок. Я не знаю, что это такое. Понятно. Я не знаю, что это такое. Телеграм-каналы, этот самый, в интересах олигархов пишут, что угодно пишут, там, парохобот, саросенок, значит, еще какие-то обидные там вещи, там, фейковые переписки какие-то были. Количество грязи, которое было вылито на меня лично, на членов моего кабинета, оно там измеряется, я не знаю, гигабайтами информации фейковой. Но мы спокойно к этому относились, потому что мы серьезно, мы хорошо понимали, что работа в кабинете министров, это штука неблагодарная. Благодарная, откровенно, потому что, ну, то есть, туда нет смысла идти и заработать денег. Потому что заплаты... Вы не крали, вот что важно. Поэтому вы не боялись, что о вас скажут. И сейчас не боюсь. И сейчас не боюсь. И, вы знаете, так проще. И так... Ты не можешь быть счастливым человеком, если ты живешь все время под охраной. Я уверен в этом. А, кстати, что вы не крали. Вы лохом себя сегодня не чувствуете? Вот люди заходили в кабин, тот же, во власть вообще, крали миллиардами. А вы вышли пустой. Как зашли пустой, так и вышли пустым. Не чувствуете лохом себя? Я считаю... Ну, там, лох плохое, наверное. Словно... Я даже не знаю, как его заменить. Ну, смотрите. Я считаю несчастным этих людей, которые настолько жаждают денег, что идут во власть для того, чтобы их зарабатывать. Вот это вот мне... Так в основном так и идут в Украине? И это очень грустно. Вот я не считаю их лохами. Я считаю их негодяями. Но... 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 Но это беда огромная. Что у людей такое представление о возможности заработать денег. Потому что сегодня в Украине, слава богу, есть достаточно большое количество способов у образованного неглупого человека заработать денег. В Киеве так точно. И это не говорит о том, что с работой все хорошо. Нет. Нам не хватает рабочих мест. И это огромная проблема. Я думаю, дальше мы, возможно, об этом поговорим. Но то, что сегодня умный, образованный человек может себе реализовать в Украине, я совершенно в этом не сомневаюсь. И убивать жизнь, репутацию, влазить в какие-то коррупционные схемы, для того, чтобы потом всю жизнь жить, извините, под давлением каких-то уголовных дел, предъяв, с охраной. Извините, я на следующий день, вот я вышел из кабинета министра, и в следующий день написал заявление, говорю, смотрите, мне нужна охрана. Вы отказались от охраны? А зачем она мне нужна? Ну, зачем она мне нужна? Ну, смотрите, были у нас замечательные охраняемые лица. Виктор Федорович Янукович, да я тебе вспомнил. Товарища окружала охрана, там автобусы охраны. В него попало яйцо, а чувак этот, так сказать, потух. Это мне жалко таких людей. Это люди, которые каждый день боятся за то, что их пристрелят конкуренты. Люди, которых кинули. Люди, которых они отжали. Ну, зачем это все? Слушайте, потрясающе. Вы до недавнего времени премьер-министр ходите по улицам без охраны и живете без охраны. Да, и ходил, и буду ходить. Это первый прецедент, по-моему, да. Не знаю, но мне точно это не надо. Вообще жизнь премьер-министра это то еще удовольствие, я вам скажу. То есть это вот утром, тебя там в 6 утра условно, забирают из дверей квартиры люди вооруженные. Там все вокруг напуганы, потому что это много людей, там какая-то оцепленная территория. Ну, то есть там тебя закрывают в машину бронированную, привозят тебя на работу. Попускают тебя в кабинет, как в аквариум. И ты там в этом кабинете плаваешь. И кто кем руководит? Ну, еще раз. Если честно, то это не про свободу. Ну, то есть в Украине, к сожалению, работать на таком высоком посту, это... Ну, удовольствия мало, я вам скажу. Откровенно. Потому что есть большая ответственность. Есть удовольствие, что ты получаешь от результатов. Вот когда что-то получилось, действительно кайф. То есть ты понимаешь, что вот, смотрите, мы там для какой-то части населения, для какой-то части людей, для кого-то сделали что-то хорошее. От этого кайфуешь. И это драйвит, это дает силы, это придает силы. Но вот на бытовом уровне это ужас. Потому что ты жизни не видишь. У тебя ничего в жизни нет. У тебя есть только... Ну, я и раньше много работал, но когда я начал работать на позиции премьер-министра, я понял, что раньше вообще не работал. То есть это работа 24 на 7, постоянно со стрессами, потому что каждое утро у тебя начинается с СМС о том, что где-то кто-то не поднимается из шахт, потому что где-то там с кем-то не рассчитались по зарплате, где-то что-то прорвало, какой-то пожар, кого-то там, не дай бог, сбили на автомобиле, где-то кто-то протестует. Страна находится в достаточно тяжелом, откровенном состоянии. И поэтому утро премьер-министра это всегда утро, которое начинается с каких-то плохих новостей. И очень часто твой распорядок дня, он просто оказывается скомканным, потому что нужно предпринимать какие-то там особые там меры. Знаете, иногда бывает, тебе говорят, вот смотри, сегодня утром произошло X, если там ничего не сделать, не исправить, то через два дня два населенных пункта будет без света. И ты себе представляешь этих людей, которые сидят без света, а я хорошо это, кстати, представляю, потому что в 90-х... Сам сидел сколько? Да, это нормальная история с бабушкой, значит, при свечечке, пару часов, когда верно, отключение, все это хорошо помню. Так вот, и я представляю, что вот в 21 веке украинец в каком-то населенном пункте, какая-то семья опять вынуждена будет там сидеть без света. Я не могу это допустить. Поэтому ты, значит, пытаешься что-то с этим сделать. Ну, вот как-то так. Когда вы стали премьер-министром, прошло чуть-чуть времени, и состоялся форум ЕС, который ежегодно проходит в Киеве. Вы презентовали свою программу, выступали, собралось много людей, и мы пришли с Андреем Николаевичем Миларионовым, который был пять с половиной лет советником президента России Путина по экономике, представителем России в большой восьмерке, потом в знак несогласия с политикой Путина ушел и уехал в Соединенные Штаты Америки, находится сейчас там. Я слушал ваше выступление, на меня оно действовало завораживающее. Вы очень интересно говорили, очень насыщенно. Открывались фантастические для Украины перспективы. У меня глаза аж расширились, у меня настроение поднялось, вы закончили говорить. Я обернулся к Андрею Николаевичу, говорю, ну как, впечатление. Он повернулся ко мне и сказал одно слово, удручающе. После чего мне в интервью он сказал, я процитирую, «У вас есть ядерное оружие по разрушению экономического потенциала агрессора. Если вам удастся забросить гончарука в российское руководство, в обозримой перспективе экономические потенциалы России и Украины сравняются». Что вы думаете о реакции, Андрей Николаевич? Я думаю, что он очень креативный и буду счастлив с ним познакомиться для того, чтобы обсудить, так сказать, вот эти вот его планы чуть более детально. Потому что... По заброске. Асимметричные ответы Российской Федерации меня всегда интересовали. Я считаю, что асимметричные ответы в войне – это то, что нужно сейчас для Российской Федерации. Если серьезно, то меня часто в жизни недооценивали. Многие люди. И ни один, ни два, ни три раза после этого мне говорит, «Алексей, мы тебя недооценивали». Познакомимся, обсудим, поговорим. Может быть, и он поменяет свое мнение. Я думаю, что, во-первых, это только начало истории. Потому что, как бы там ни было, как бы ни сложилось там сейчас президентство Зеленского, как бы ни закончилась эта история. Мы на большинство в парламенте. Безусловным преимуществом, которое есть в Украине по сравнению с Россией, является демократия. А это значит, что работают социальные лифты. Это значит, что молодые люди могут конкурировать между собой. Вот пример яркий. Могут из маленьких городов приезжать в большой город, честно работать, создавать свой бизнес, интересоваться политикой и в результате добиваться успеха. Социальные лифты – это очень важно. Это то, что делает страну конкурентоспособной в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но что ни говорите, Украина получается страна возможностей, потому что вот даже посмотреть на вас, человек приехал действительно из маленького городочка, который не все знают, где он находится даже, и смог самостоятельно, не имея ни блата, ни денег, ничего, пройти этот путь и стать премьер-министром огромной европейской страны. Самым молодым в мире, хочу добавить. Что важно? При этом важно понимать, что просто так это не дают. Ну, то есть это все результат большого труда над собой. Меня мои друзья многие, я даже видел в прессе, называли это трудоволиком. Но это не совсем так. Не сказать, что я там люблю работу больше всего на свете. Я просто кайфую от результатов. Я занимаюсь любимым делом всегда. И это, кстати, то, что я могу посоветовать таким же ребятам, как я. Несмотря на то, что вы в маленьком городе, в селе, вы можете добиться успеха. В Украине. Но то, что надо делать, нужно заниматься тем, от чего вы кайфуете. Нужно посвящать жизнь тому, что приносит вам удовольствие. Потому что тогда вы восполняете энергию и можете с двойной энергией отдавать. Очень важно отдавать. Очень важно искренне пытаться создавать какое-то благо для людей вокруг. Тогда и бизнес работает. И политическая деятельность может быть успешной. У вас были предшественники на посту премьер-министра и были серьезнейшие такие люди, глобальные, такие как покойный, к сожалению, Виталий Андреевич Масол и живущий, слава богу, Витальд Павлович Фокин. И Масол, и Фокин в разное время говорили мне, что знают Украину просто от и до. Не было, и тот же Леонид Макарович Кравчук, кстати, говорили, не было райцентра, который бы они не посетили, не было более-менее крупного завода, фабрики, на которой бы они лично не были, не видели, как производство развивается, что нужно и так далее. Эти люди проходили, вот Масол и Фокин, ступенечками путь к премьерству. Вот Фокин. Сначала на шахте шахтер, потом там маленький начальник уже, чуть больше, начальник шахты, начальник шахтоуправления, зам председателя Госплана, председатель Госплана, наконец, премьер-министр. Огромный путь, в результате которого он понимал, что происходит на низовых звеньях. То есть, вся картина экономики перед ним была, да, вот прямо перед глазами. Вы не прошли этого пути. Вот вы, как бы, теоретик, вы очень хорошо подготовленный, вы грамотный человек, развитой, все понятно. Но вот этого пути вы не прошли. Украину, насколько я понимаю, вы так не знаете, только посредованно, не были в стольких местах. Не было опыта управления. Не считаете ли вы, что вы не должны были соглашаться на пост премьер-министра, исходя из того, что я сказал? Я так не считаю. Я считаю, что если возможность дается, то ее нужно использовать. Более того, это же не то, что я там пытался локтями толкаться и разубеждать президентов в каких-то других кандидатурах. Это было его решение. И я посчитал возможным собрать команду и возглавить правительство. Это совершенно осознанное решение. Я хорошо его обдумал. Но что я хочу вам сказать по поводу опыта? Во-первых, это неправда, что у меня его не было. Я за три года до этого... Вообще, на самом деле, история чуть раньше началась, потому что всю страну мы проехали еще до Майдана, когда мы четко понимали для себя, что Янукович, независимо от того, выиграет он, выиграет или проиграет, он через Центральную избирательную комиссию объявится президентом. И нам придется что-то этому противопоставить. Я на тот момент для себя уже очень четко решил, что власть Януковича для Украины это огромное зло. И поэтому я уже тогда, еще обучаясь в Национальной академии госуправления по специальности госуправления, после, собственно, на это учился, я этим интересовался последние 10 лет, ну, примерно там, 9, как-то так, я уже видел, что в какой-то момент придется взять на себя ответственность. Тогда мы понимали, что важно не допустить Янукович. Тогда мы проехали вдоль и в поперек всю территорию Украины. Я не был во всех районных центрах, но я был более чем в 100 разных городах Украины. Все прекрасно понимают, что собой является наша страна. Наверное, не до деталей. Я не знаю, я не хочу себя ни с кем сравнивать. Наверное, опыт у каждого разный. Кто-то на шахте начинал, кто-то в юридическом бизнесе. Но то, что такого представления не было, это неправда. Потом, после Майдана, я поработал советником в Министерстве экологии и природных ресурсов. Я понял, как работает индустрия недропользования. В том смысле, разобрался о том, какие коррупционные в том числе проблемы там есть. После этого меня пригласили в команду министра экономики. Я возглавил там самый большой аналитический центр, который помогал правительству на протяжении трех лет анализировать все сферы вдоль и поперек. И поэтому вот эту вот проблематику достаточно широко я видел. Более того, я вам скажу, что премьер-министр это же скорее менеджер. То есть, мне не надо одинаково хорошо разбираться, извините, в шахте, в образовании, в экологии, во всем остальном. Это совершенно бессмысленно. И поэтому у каждого какой-то один такой, если у тебя есть какой-то однобокий опыт, например, через шахту, если ты прошел шахтер, директор шахт управления и так далее и тому подобное, ты прекрасно знаешь эту сферу. Но ты можешь ничего не понимать, например, в той же самой культурной сфере и совершать какие-то ошибки. Я хорошо понимаю, как работают системы и в чем дефект украинских систем управления. И поэтому это позволило мне собрать, как мне кажется, а я уверен в этом, очень сильную команду министров. У меня на каждой позиции был человек, который хорошо понимал, что делать и хорошо понимал, как это делать. Другое дело, что, конечно, это, наверное, одна из самых тяжелых вообще задач, которую можно себе представить. Это заниматься реформой, потому что реформа это только такое красивое слово, а на самом деле это про жизни людей. Это когда ты приходишь, например, в сферу медицины, а там десятилетиями сложились какие-то практики. Вот привыкли к чему-то одному. Ты смотришь на систему, она не работает, потому что цифры тебе ясно показывают, что можно по-разному относиться к системе здравоохранения Украины, но хочешь, не хочешь, а 160 тысяч человек в год Украина теряет просто потому, что система работает неэффективно. Просто потому, что людей не довозят до больниц, как моего отца, кстати. Потому что у меня отец в 2003 году погиб в ДТП. И система медицинская его не спасла. Ну, то есть его, наверное, можно было довести до больницы, спасти, но вот нет. И поэтому я очень хорошо понимаю, что чувствуют там тысячи людей по всей стране, которые попадают в аналогичные ситуации. Я хотел бы, чтобы скорая помощь работала лучше. И поэтому, кстати, это было одним из наших приоритетов, и я много внимания этому лично уделял. Сквозь вот такие личные примеры я понимал, что именно важно делать приоритетом. Ну, то есть на чем надо фокусироваться. Но на каждой позиции, в каждом министерстве у нас работали люди, которые хорошо понимали до деталей именно конкретно эту сферу. У нас было чуть больше 70, что-то около 80 замминистров. Что такое замминистр? Это человек, который в министерстве понимает убыска конкретную тему, конкретную проблему. Это ключевой, на мой взгляд, вообще элемент в системе государственного управления, потому что и премьер-министр, это больше менеджер такой, скажем, стратегический. Это больше про фасилитацию, ну, то есть про разрешение конфликтов, о том, чтобы посмотреть на вещи чуть более глобально, о том, чтобы помочь министерствам между собой взаимодействовать. В английском языке есть такое слово coherence, это человек, который должен помочь согласовать политики, потому что между министерствами у них же часто конфликты возникают. Ну, вот там министерство финансов, оно всегда хочет увеличить налоги, министерство экономики всегда хочет их уменьшить. Но тогда министерство финансов задает справедливый вопрос. Ребята, а откуда мы деньги возьмем в бюджете? Это тогда в таком случае. Министерство экономики резонно отвечает, говорит, смотрите, а если мы не снизим налоги, у нас, собственно, бизнес не будет развиваться, рабочих мест не будет. Вот. И мы вынуждены будем платить социальные платежи, да, по безработице. Вступает в диалог министерство социальной политики, говорит, подождите, смотрите, мы платим недостаточно. И так далее. И вот фасилитация, ну, то есть, разбираться в взаимодействии министерства, это работа премьер-министра, секретариата кабинета министров, вице-премьер. Министр тоже менеджер. Вот в министерстве экономики, например, у нас было там девять замминистра. Немало. Девять, конечно. Ну, потому что это огромная, на самом деле, махина. До сих пор. Но должна быть меньше. То есть, ее нужно уменьшать. Но вот такие сферы, например, да, как, давайте подумаем, интеллектуальная собственность. Это важно? Это очень важно. Потому что пока в Украине не защищается интеллектуальная собственность, люди не хотят тут творить, регистрировать патенты, изобретения, не хотят тут создавать компании, не развиваться креативной индустрии. Они не чувствуют себя защищенными, потому что ты что-то создал, а потом тебя это украли. Да? И важно это, конечно, важно. Разбираюсь ли я в этом? Ну, на очень достаточно таком общем уровне, потому что у меня был конкретный замминистра, который за это отвечал. Так и во всем, Дмитрий. Ты не можешь разбираться во всем. Это невозможно. И это не можно. Но ты можешь понимать, когда-то один мой преподаватель, у меня, кстати, было несколько людей, на которых я, на которых я считаю учителями своими, на которых я ориентируюсь, он мне сказал, Алексей, ты понимаешь, главное понимать физику явлений. Ну, то есть, когда ты понимаешь суть, детали, они отходят на другой план. Ну, то есть, мне не надо понимать, какое количество там шахтеров до количества, до единиц есть в стране, как работает каждая конкретная смена и так далее. Эти более глубокие знания должны быть у специалистов, которые работают на более низких уровнях. Поэтому и ваш тезис по поводу отсутствия опыта, это не совсем так. И тезис по поводу того, что нужно разбираться глубоко, там, не знаю, знать, где каждый двор, там, каждое дерево, где растет. Это тоже, это, ну, это хорошо. лучше знать, чем не знать. Ну, это совершенно не необходимость. В этом нет необходимости. У меня нет необходимости знать поименно, так сказать, извините, всех там сотрудников там министерства для того, чтобы хорошо понимать, чем оно занимается. На злополучных пленках из вашего кабинета, прослушки из вашего кабинета вы назвали себя профаном в экономике. Вы профан в экономике? Нет, конечно. Это фигура речи. И более того, фраза вырвана из контекста. Умные люди, когда там, общаются в рабочей атмосфере, часто позволяют себе такие фигуры речи, потому что они таким образом хотят подчеркнуть иногда уважение, или там, уважение к уровню собеседника. На тот момент в комнате находились лучшие, на мой взгляд, экономисты страны. Поэтому по сравнению с ними я намного, конечно, ну, мельче, и меньше в материале, меньше разбираюсь в там, макроэкономических процессах. Но тот уровень понимания экономики, который был необходим для того, чтобы руководить правительством, я безусловно был. Вы уже знаете, кто прослушивал тогда ваш кабинет? Нет, не знаю. Вам это интересно? Конечно. И как гражданину, и как премьер-министрам скажу больше. Я считаю, что вообще весь этот хаос с прослушками. Это ужас вообще. Это, ну, это, кроме того, что это там создает недоверие к правоохранительным органам, это четко показывает огромному количеству негодяев в стране, что так можно. Что можно прослушивать человека, а потом его шантажировать чем-то. Ну, то есть у нас, я считаю, что ни один украинец не может чувствовать себя в безопасности. Если президентов прослушал. Пока не наведут порядок с этой системой и демонстративно не накажут негодяев, которые этим занимаются. Я уже молчу о том, что это преступление, безусловно, потому что диалог премьер-министра с главой Национального банка всегда содержит инсайдерскую информацию. Что это значит? Это значит, что эта информация может быть использована для того, чтобы завтра заработать денег. Более того, они это знали в декабре. Это они опубликовали через месяц. Следовательно, они понимали, как может вести себя, например, гривна. Могли это использовать для того, чтобы заработать. В цивилизованной стране это люди, которые бы уже дым-давно я думаю, отбывали тюремный срок, если честно. Но у нас, к сожалению, все не так. И это меня не может не беспокоить. Не потому, что это каким-то образом повлияло на меня лично, хотя это тоже неприятно. А просто потому, что это очень плохой сигнал. Потому что, если так можно, то так будут делать и дальше. Как вы относитесь к версии, что вас записывала Рожкова? Специалисты просто говорят, что звук шел так, что это было с позиции, которую занимала Рожкова тогда в вашем кабинете. И я не специалист. Да-да, используйте это, кстати, тоже. Я в прослушках тоже ничего не... Профан в прослушках. Совершенно. Поэтому это чушь. Ну, честно. Всегда ищи, кому выгодно. Вот простое, понятное правило, да? Я уже молчу о том, что всем ясно, кто их монтировал. Правда, эти правила? Всем понятно... Вы можете назвать, кто их монтировал? Ну, насколько я знаю, из публичных источников их монтировали сотрудники, в том числе, телеканал 1 плюс 1, нет? Так. Там журналисты. Я не знаю, они официально оформлены, неофициально, я там сейчас не хочу ни на кого клиентать. Тогда вопрос, кому это было выгодно? Это точно было выгодно для того, чтобы сорвать подписание меморандума с Международным политическим фондом. Это точно было выгодно для того, чтобы посеять конфликт внутри команды, убедить президента в том, что я его якобы не уважаю, что мы с Национальным банком плетем какой-то заговор, что, опять же, чушь. И кому это было выгодно? Это было выгодно, кроме того, что это было выгодно русским, то, что это было выгодно и делалось господином Дубинским в интересах Игоря Валерьевича Коломойского, у меня нет никаких сомнений. Дубинский это делал в интересах Коломойского? А он делает что-то не в интересах Игоря Валерьевича. Ну, вот я из этого исхожу. Я думаю, что это точно была спланированная, целенаправленная атака на правительство с целью испортить отношения с президентом. Их это получили. Скажите, пожалуйста, Украина это субъект или объект, на ваш взгляд, сегодня? Субъект, конечно. Субъект? Субъект. Просто с огромным количеством проблем внутри, которые часто отвлекают и мешают использовать этот статус субъектности. Это, безусловно, субъект. И будет ним оставаться. Просто нужно там это осознать и этим пользоваться. Землю надо было продавать? Кому? Куда? Ну, людям. Закон нужно было принимать о продаже земли? Так закон, во-первых, вступает в силу еще бог знает когда. Ну, то есть он пока никто ничего не продавал. Во-вторых, есть в том виде, в котором он принят откровенно, это скорее имитация реформы, чем сама реформа. Потому что он там сильно ограничен. Но понимаете, тут проблема в другом. речь же не про о том, чтобы там взять и продать иностранцам всю землю за деньги. Все это не допустим. Никому, на самом деле, она в таких объемах, количествах не надо. Там они совсем по-другому строят бизнес-модели. Речь о том, чтобы перестать обманывать самого себя. У нас, если вдуматься в то, что происходит, у нас есть люди, у которых есть земельные участки, и которые не могут ними распорядиться. Вот есть вы, Дмитрий, вот у вас есть какая-то собственность. Квартира, например. Тоже недвижимость. И вам кто-то говорит, ты знаешь, я сомневаюсь, что ты этой квартирой распорядишься. Правильно? Поэтому мы тебе запретим продавать твою квартиру. Это сразу делает тебя беднее, потому что ты можешь меньше на этом заработать, следовательно. Но ничего страшного. Ты потерпишь, потому что во имя светлого будущего. Вот это то, что происходит сейчас, на мой взгляд, с земельными отношениями. У нас огромное количество постсоветских комплексов и проблем, прежде всего, культурных, которые держат страну в прошлом. И это одна из них. Это чушь, что закон и реформа земли, рынка земли, это про продажу земли сразу там, не знаю, каким-то иностранцам. Еще раз, это чушь и глупость. Это о том, чтобы защитить интерес людей, которые не владеют. Очень просто. Продажа государственной земли это отдельный разговор, потому что это отдельная совершенно тема. Как используется сегодня государственная земля, скажите, пожалуйста. У нас самые большие латифундисты, ну, в смысле, эти владельцы земли, это государственное предприятие, там, конярство Украины какое-то. У нас, извините, тюрьмы, это огромная земля, владельцы. Академия наук, огромная академия, в частности. Это все, извините, я не хочу никого обидеть, но это все лавочки, которые годами использовали вот этот актив, земля, в интересах каких-то отдельных бенефициров. Абсолютно. Это случаи классические, когда прибыль приватизировали, а как бы там все расходы, они остались. Более того, даже если уйти в экономику процесс, у вас есть земельный участок. Ну, как бы вроде как ваш, но вроде как и не ваш, потому что вы его арендуете у какого-то государственного предприятия, а на это государственное предприятие завтра поменяется директор, потому что поменяется правительство, и вам придут и передоговариваться будут с вами про ленту. Скажите, пожалуйста, вы будете долгосрочное планирование? Нет, конечно. Ну, понимаете, да? То есть это жизнь сегодня на завтра, жизнь сегодня на послезавтра, это про взятки, это про черный кэш и так далее. Вот эта вся грязь и муть, это то, что, к сожалению, сейчас сопровождает земельные отношения, связанные с государственным собственным. Поэтому это, конечно, надо прекращать. Но это не говорит о том, что надо брать и продавать всю государственную землю. Вообще об этом речь не идет. О том, какое количество когда, кому, на каких условиях, понятно, что через какие-то открытые продавать, это совершенно отдельная тема от закона. И этим можно было заниматься только после того, как мы создадим платежеспособного фермера. То есть, условно говоря, потому что цель наша какая была? Чтобы у фермерских хозяйств, то есть у людей, которые реально обрабатывают землю, появился ресурс для того, чтобы стать активным участником этого рынка земли. И мы об этом говорили, что пока такой ресурс не появится, открывать рынок нельзя. И мы вместе с этим законом был подготовлен целый пул других законов вместе с Мировым банком о том, чтобы создать некий ресурсный рычаг, который постепенно кредитовал бы, давал бы возможность фермерам активно участвовать в рынке земли. Это безусловный приоритет, и это очень важно. Но то, как это делается сейчас, то, к чему все пришло, к сожалению, на мой взгляд, я вас там совершенно уверен, к экономическому росту серьезному в ближайшее время не приведет. По целому ряду причин. Я хочу процитировать несколько нелицеприятных отзывов о работе вашего правительства и вашей в частности, а вы уже отреагируете. Вы обещали рост ВВП на 40% за 5 лет, а в итоге страна при Гончаревке скатилась на дно. Промышленное производство просто рухнуло и не от коронавируса. Да. Первое. Я уверен в том, что правительство, когда презентует программу, должно заявлять конкретные цифры. Почему? Потому что это дает возможность оценить работу. Это нечестно. Когда ты приходишь, говоришь, смотрите, будут взрослеты. Типа глыбому, по кращему. Это все ни о чем. Когда я говорю о 40%, я говорил о 40%, я дал вам ориентир. То есть, если бы я тогда сказал по кращему, то разговора бы не было. Почему не было бы предметов для разговора? Поэтому первое, измеримость, это важно. И это, кстати, далеко не единственный критерий, не единственная цель, которую мы тогда поставили. Мы тогда говорили про миллион рабочих мест, о 50 миллиардах инвестиций, и про 24 тысячи километров дорог за 5 лет. То есть, эти цифры прекрасно помню, потому что мы их считали. Человек, который говорит о том, что Украина не может за 5 лет вырасти на 40%, просто не знает историю Украины. У нас были периоды в нулевых, когда Украина росла темпами и большими, на самом деле. Леонид Данилович оставил Украину. Сколько рост был в 2004 год? 11,5 или 12,5? Смотрите, были периоды, там было 4 по подряд года, когда рост был значительно большими темпами. Что такое 40%? Это 5-7% в год. Это какая-то фантастика. Ну, нет. Кто нас за это поливал грязь? Я вам скажу, кто. Популисты, политиканы, люди, которым важно было хоть за что-то критиковать. Ну, тебя надо за что-то хотя бы убить. Ну, давайте убить за это. И поэтому люди, которые говорят о том, что это нереалистично, а особенно мы же помним, это было еще до коронавируса, никто не понимал, что там это придет, они просто не знают историю Украины. Второе. Вот этот показатель. Амбициозный, я согласен. Но я уверен, что Украина сейчас должна ставить перед собой амбициозные цели. Потому что если мы не ставим перед собой амбициозные цели, мы будем ползти и там сто лет будем догонять страны, которые давным-давно эти реформы сделали. На самом деле. Нам нужны рыночные нормальные условия. Тогда вот сюда пойдут и инвестиции, и будет экономический рост. Так вот, нам нужна была, был рынок земли. Безусловно. Потому что это один из таких серьезных, важных драйверов развития. Почему? Опять же, все просто. И мы уже с вами об этом говорили. Потому что если земля твоя, она принадлежит тебе, ты понимаешь, что ты не можешь распорядиться. Она будет твоей в какой-то период времени. Ты в нее начинаешь инвестировать, ты начинаешь бережно к ней относиться. Ты можешь работать не с культурами, которые ты сегодня вложил, через полгода деньги вынул. Ты работаешь с долгосрочными культурами, уходишь в более сложное сельское хозяйство. Стратегия появляется. Конечно. Ты начинаешь работать в долгосрочной перспективе. Это делает ресурсы дешевле. Это делает пространства для маневров значительно больше. Это важный элемент. Второе, это рынок труда. У нас, мы, к сожалению, до сих пор живем по законам, написанным для советских заводов. у нас трудовой кодекс, он там серединой прошлого столетия датирован. И это ужасно, потому что это значит, что мы фактически имитируем трудовые настоящие отношения. Потому что ну не может, извините, кафе, ресторан оформлять свои отношения по тем же принципам, по которым оформлял советский завод в 70-е годы прошлого века. Это глупость. И так и не происходит. Ну будем откровенны, так и не происходит. Бизнес сегодня оформляет отношения с ФОПами. Пытается как-то исказить, обмануть государство, притвориться чем-то другим. У нас огромное количество бизнеса. Это не компании, где есть там понятный директор, понятная ответственность, люди официально оформленные. Это стайки ФОПов, на которых оформлено, что попало. К ответственности ты таких людей не привлечешь. Кредит в банке они взять не могут. Все почему? Потому что у нас неадекватное совершенно регулирование примитивных элементарных... И двойные, тройные стандарты. Конечно. И уходить от этого нужно настолько быстро, насколько возможно. Поэтому вот этот вот абсолютно трэшевый трудовой кодекс, абсолютно трэшевый жилищный кодекс, где написаны там правила, по которым сегодня уже не живут. Ну, то есть это фейк. Этого нет. А они все еще существуют. К чему это приводит? Приводит к тому, что чиновник приходит и говорит, смотри, написано. Написано, выполняй. Он говорит, ну, это же бред. Не понимаешь? Он говорит, ну, извини, ну, такой закон. Поэтому вот законы в этом смысле надо привести просто к некому здравому знаменателю, к здравому смыслу. Пока это не произойдет, у нас чиновник будет там заниматься ерундой, ходить и там что-то из кого-то выпивать. Это вторая составляющая. Кто считает, что это незначительно, я вас разочарую, господа, потому что на самом деле из-за того, что у нас такие корявые трудовые отношения, мы там дополнительно имеем 2-3% безработицы. Почему? Потому что людей просто боятся оформлять на работу. Вот есть бизнес, что боится оформлять, брать людей на работу. Почему? Потому что там потом куча проблем, головной боли, в случае чего ты там человека не можешь нормально принять на работу, уволить. А это совершенно необходимо в существующих рыночных условиях. Еще из нападок на вас. Игры гончарюка с Национального банка. Я не закончил. Ага. Смотрите, там же про промышленность. Ну, мы же хотим разобраться, правда? Да. А то так получается, что я вроде как там рассказал о планах, а там суть не прокомментировал. Так вот, первое. Планы абсолютно реалистичные. Я готов под ними был бы подписаться и сейчас. Второе. Ну, просто для этого надо настоящие вещи. Да, там правоохранители из бизнеса поотгонять, там, валютное регулирование, либерализировать для того, чтобы люди свободно могли капиталом орудовать, фондовый рынок создать. То есть есть понятный, сложный, непростой, но план работы, который позволит нам превратиться там за пять лет в цивилизованность. Это возможно. В том смысле, мы и сейчас цивилизованы, просто, к сожалению, у нас огромное количество архаичных механизмов и практик, которые нас там держат в прошлом, глубоко, причем в прошлом. И это проблема, которую необходимо решать максимально быстро. По поводу промышленности. Это правда, что статистика по промышленности осенью и в четвертом квартале прошлого года она действительно была отрицательной. Но давайте разберемся. Во-первых, экономика, она всегда, ну это всегда баланс. Что-то растет, что-то падает, есть куча факторов сезонных, несезонных. Мы очень зависимые, мы очень маленькая на самом деле экономика, нам 0,3% от мирового ВВП. Ничтожная, к сожалению, часть. Но очень открытая экономика, в том смысле, что мы очень зависимы от внешних рынков. Ну то есть, если у нас там плохая ситуация на внешних рынках, что это значит? Значит, что низкие цены на товары, которые мы продаем. Если так, у нас проблема сразу начинается. Компенсировать это нечем, начинается кризис. Мы очень зависимы от этого. Мы очень зависимы от импорта, потому что есть много товаров, которые мы импортируем, и, кстати, это проблема национальной безопасности части. Потому что там по таким вещам, как бензин, например, ну там топливо, мы очень зависимы от России. И все это время продолжаем быть зависимы. Никто с этим, к сожалению, ничего не делает. Но сейчас о другом. Так вот, будучи маленькой открытой экономикой, зависимой от внешней конъюнктуры, с колоссальной изношенностью основных средств, что это такое? Это значит, что на наших предприятиях все настолько уже прохудилось, что производить что-то и конкурировать с нашими западными партнерами нашим предприятиям все сложнее и сложнее. У нас уровень износа чуть больше 60% в основных фондах. Для сравнения этот показатель, если не ошибаюсь, в Словакии 30 плюс-минус. То есть это очень много. И это то, что тянет нас назад, это то, что делает нашу промышленность неконкурентоспособной. То есть старые заводы не могут конкурировать с новыми. По качеству, по цене и так далее. Это проблема, которая возникла не вчера, не при Зеленском, не при Гончаруке. И очевидно, что эта проблема будет давать свои плоды. Что произошло осенью? Все очень просто. Война Трампа с Китаем, она обрушила цены на определенном наборе рынков в мире. Почему? Потому что, ну, скажем, ряд контрактов поломались. Я очень простым языком пытаюсь объяснить. Спрос на какую-то продукцию упал, следовательно, и цена как бы тоже. И это привело к тому, что у нашей промышленности было меньше возможностей продать выгодно свою продукцию. Это первый фактор. Второй фактор. Действительно, национальный банк, о котором вы уже упомянули, он до сих пор проводил достаточно жесткую монетарную политику. Что это значит? Это значит, что национальный банк очень осторожно относился к, так сказать, к экономике в том смысле, что они хотели добиться минимальной инфляции. Что такое инфляция? Инфляция – это когда деньги обесцениваются. Опять же, примитивным, очень простым языком. Вот когда инфляция высокая, это значит, что люди теряют день. Условно. У всех экономических процессов есть плюсы и минусы. У всех экономических процессов есть люди или стороны, которые выигрывают, есть, которые проигрывают. Но от политики национального банка зависит в том числе курс гривен. От того, как они себя ведут на валютном рынке. И они вели себя достаточно консервативно, держали достаточно высокая стоимость денег. Это называется ставка рефинансирования национального банка. Это стоимость ресурсов, которые национальный банк дает банкам. Банки как следствие этот ресурс могут потом использовать. Так вот, национальный банк держал достаточно высокую стоимость ресурсов, за что его критикуют. И национальный банк позволил гривне укрепляться. Это то, что сейчас закидают. это привело к тому, что гривна укреплялась, и это создало кому-то плюсы. Например, рядовой гражданин, он на свою заработанную гривну мог купить больше долларов. То есть, условно говоря, если он копил на отпуск, он мог купить, немножко больше денег собрать и поехать. А экспортеры? А экспортеры, да, люди, которые зависят от экспорта продукции, и которых безусловно важна и поддерживают. Они проиграли от этого. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И эта ситуация с вот этой промышленностью, она эту ситуацию и описывает. Что да, в какой рот перемежуток времени у промышленности были проблемы. Но не у всей. Строительство росло, причем росло достаточно серьезно. Мы говорим о достаточно узком сегменте экспортеров, которые именно на этот период ощутили существенную проблему. Была ли эта проблема результатом нашей работы? Конечно, нет. Потому что это результат многих факторов. Мировой конъюнктуры. Мировой конъюнктуры, того, что они изношены, того, что, я вам скажу совершенно откровенно, про национальный банк мы поговорим отдельно, но фактор постоянного укрепления гривны тоже конкретно в этом случае сыграл в минус. Поэтому, но есть другие показатели, которые нельзя не замечать. Именно в этот период, четвертый квартал прошлого года, мы видели по статистике, что бизнес начал инвестировать в основные фонды. Что это значит? Это значит, что они начали вкладывать деньги в модернизацию. до 20% рост по четвертому кварталу прошлого года. Что это значит? Это значит, что бизнес наконец-то понял, что нужно вкладывать модернизацию основных фондов, потому что проиграем конкуренцию. И я вам скажу, что такой подход сейчас жизненно важен, потому что и политика Европейского Союза, и политика Соединенных Штатов, ну, Европейский Союз, почему я его упоминаю в первую очередь, потому что это наш стратегический, если хотите, рынок. То есть это вот то, куда мы интегрируемся. У нас не случайно с ними подписан документ, который называется соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле, зоне свободной торговли. Так вот, они думают о будущем. У них есть политика, которая сейчас называется грин-дил, например. Это значит, что они уже сейчас заявляют о том, что, ребята, мы думаем про экологическую составляющую. То есть, если ваше производство создает загрязнение, то через время мы вас просто не пустим. Ну, то есть, вы там работаете технологиями девятнадцатого века. Прекрасно. У себя. Да. У себя. Или, если вы хотите, продавайте к нам, продавайте. Мы специально установим вам заградительный барьер для того, чтобы вы не выигрывали конкуренцию у наших заводов, которые модернизировались, которые не загрязняют нашу окружающую среду, и которые просто не хотят, так сказать, пострадать от диких каких-то там заводов или там производств в странах третьего, как они считают мир. Да, то есть, что важно понимать. Они уже сейчас думают о будущем. И Украине нужно думать о будущем. Без переоборудования, перевооружения масштабного промышленности выигрывать конкуренцию с каждым годом в мире будет становиться все сложнее и сложнее. И это именно тот тренд, который мы замечали. А почему нас в этом обвиняли? Все очень просто. Что надо в чем-то обвинять. Есть огромное количество людей, которые хотят предъявить нам претензии. Их не очень заботит. Адекватность этих претензий, главное, чтобы звучало красиво. Еще о претензиях. Пишут, что вы лоббировали всегда то, что нужно брать кредиты у Международного валютного фонда вместо того, чтобы просто искоренить коррупцию и найти эти деньги внутри страны. Например, ваши назначенцы нефеда Виверланов. По словам Игоря Уманского, министра финансов бывшего, который он мне озвучил, развели беспрецедентные схемы на таможне налоговой, из-за которой Украина теряла миллиарды. Уманский мне сказал в интервью, что из-за скруток, так называемых, недостача в украинский бюджет в месяц составляет 5 миллиардов гривен. Это не считая то, что можно было бы сделать на таможне и так далее. Анатолий Макаренко, опять-таки, бывший дважды руководитель таможенной службы Украины, мне сказал, и сказал, что я могу на него ссылаться, что если на таможне навести порядок и устранить коррупцию, деньги Международного валютного фонда Украине не нужны. Таможня перекроет полностью займы от МВФ. Поэтому я хочу вас спросить, деньги от МВФ брать вообще надо или может навести порядок на таможне? Давайте тоже разберемся постепенно. Первое. Я мечтаю о времени, когда Украина будет легко обходиться без сотрудничества и помощи от международных финансовых структур. Международный валютный фонд, Мировой банк, Европейская комиссия. Потому что когда мы говорим о деньгах и кредитах, это не только про НБФ. Второе. Украина 30 лет постепенно наращивала долги. И это очень любопытно, но самые большие критики сейчас это именно те, кто брал самые большие суммы денег. Их бы спросить, куда они делись, но это такое дело. Это дело правоохранительных органов и отдельного разговора. Поэтому когда вы по телевизору видите политика, который там с какими-то бумажками так сказать кричит о том, что ай-яй-яй, зрада-зрада, мы же продаем страну и так далее и тому подобное, он забывает, что там 10-15 лет назад он же собственно понабирал столько, что мы сегодня вынуждены отдавать. Мы в этом году, друзья, каждую третью гривну вынуждены тратить на обслуживание внешних займов. И они появились эти все проблемы не вчера. Они появились даже не позавчера. То есть условно говоря, вменять нам в вину, что мы там сейчас идем, берем эти кредиты, это цинично. Ну и собственно что обычно для политики. Поэтому второе, да, мы говорим не о новых кредитах, мы говорим о том, как справиться со старыми. Это старая проблема, которая у нас существует уже очень давно. Какая стратегия решения этой проблемы? Очень простая. В мире страны многие глубоко закредитованы. Что это значит? Ну многие берут кредит. Это вообще нормально. В цивилизованном мире кредит это нормально. Если ты их понимаешь, зачем ты берешь. но Украина к нашему глубокому сожалению имеет достаточно плохую репутацию. В том числе из-за этих замечательных политиков, которые говорили одно, брали деньги и на второй день делали другое. То есть вот это вот. Я когда-то разговаривал с одним послом очень уважаемой мной одной уважаемой страны, я его спрашивал, говорю, смотрите, скажите мне, вот как вы думаете, а в чем главная проблема Украины как государства. Он мне тогда сказал, а он блестяще разговаривал по-украински, он сказал мне, ты разумеешь, я думаю, что ваша элита думает, что она дуже хейтер. И это очень запомнилось мне, потому что на мой взгляд, это квинтэссенция. Количество необразованных бестолковых людей, которые находились у нашей власти, а часто образованных, но негодяев, которые обманывали международные институции, чем уничтожали просто репутацию государства. Такое, ну, то есть это сплошь и рядом, да, что сегодня разговаривать с кем-то о дешевых деньгах нам очень сложно. Возьмите там Данию, Германию. Германия может себе позволить выпустить, ну, то есть условно простыми словами, взять кредит на сто лет почти под ноль процентов. Почти безлимитную сумму. Вот представьте себе, что вам дают деньги на сто лет как стране почти бесплатно. Что это значит? Это значит, что вы можете взять эти деньги, построить дороги, модернизировать предприятия. Модернизировать, понимаете. То есть это доступ к такому ресурсу, это огромное преимущество. Но это репутация. Украина еще год назад, еще год назад, весной прошлого года, занимала деньги под 18 процентов. Ужас. Подумайте, нет, было и хуже. А что может быть хуже? Слушайте, были этапы в истории Украины, когда мы занимали на несколько недель под 25 плюс процентов. Смотрите, государство, то есть вы себе представьте, дожили до того, что стране давали деньги под дикие проценты перекредитоваться, до зарплаты. Вы можете себе это представить? Это новинная история Украины. Как можно на таможне навести порядок? Давайте закончим. Это разные проблемы. Не взаимосключающие. Независимо от того, что делать с этими долгами, надо наводить порядок на таможне. Это разные вещи. И это не взаимосключающие. Нормальная стратегия обслуживания долга выглядит следующим образом. Перекредитовываться, но на более долгий срок и на более дешевых условиях. То есть нормально иметь кредит, если ты за него платишь копейки и используешь его, например, на обновление инфраструктуры. Нормально. Это практика, по которой живет любая страна в мире. Наша задача была и сейчас она остается для страны. Это удешевить стоимость обслуживания этого огромного долга. То есть нам надо, чтобы проценты по ним не так сильно давили на бюджет. Это та задача, которая стоит. А брать надо еще кредиты? Нужно перекредитовываться для того, чтобы процентная ставка, с одной стороны, гасить, с другой стороны, процентная ставка была меньше. Это все про баланс. Нужно считать. У вас есть миллиард гривен. Что выгоднее? Прямо сейчас погасить? Или прямо сейчас инвестирую? Понимаете? В каждом конкретном случае это деньги. Нужно смотреть стоимость денег, потенциально за сколько ты можешь привлечь их, сколько тебе будет стоить деньги из бюджета. Потому что вполне возможно лучше этот миллиард снизить налоги. И дать возможность бизнесу развиваться. Понимаете? Не бывает государственных денег. Бывают деньги платящих налогов. Это надо помнить. Потому что в момент, когда ты говоришь, давайте соберем дополнительных 20 миллиардов и заплатим за счет них кредит, надо помнить, что эти 20 миллиардов мы соберем с бизнеса. Вот и все. Это нехорошо, но на более выгодных условиях, на более долгосрочный срок и не создавать дополнительное давление. Но все это не отменяет наведение порядка на таможне. Теперь по поводу таможни и налоговой. Есть две составляющие. Фискальная и экономическая. Фискальная. С точки зрения... Она звучит следующим образом. Налоги и сборы все должны платить одинаково. Закон должен выполняться. Понятно. государство должно выполнить эту функцию. Я хочу говорить исключительно языком статистики, даже учитывая, даже забывая, что на самом деле и господин Верланов, и господин Нефеодов были назначены не мной и не моим правительством. Они были назначены господином Гройсом. Они достались нам в наследство и спасибо им, кто эти заняты. Это очередная такая история, когда уходя, ты уже понимаешь, что ты уходишь, все равно ловить нечего. И ладно, назначим туда людей, чтобы показать перед выборами красивых товарищей, ребят. До тех пор там орудовали другие совсем люди. И я хочу верить и уверен с другими целями. Но потом перед выборами надо, так сказать, показать. А Нефеодов Иверланов специалисты, вы считаете? Смотрите, я считаю, что ребята хорошо разбираются в том, что происходит там. Но каждый раз, когда ты выбираешь человека на какую-то позицию, ты должен учитывать три вещи. Если ты премьер-министр или если ты министр, выбираешь человека на какую-то высокую государственную позицию. Первое. Его порядочность и стойкость к коррупционным схемам. То есть по сути его готовность работать не себе на карман, а на схемах. Потому что количество опытных, прекрасных людей, которые играют не в моей команде, в том смысле, что они работают себе на карман, которые обслуживали схемы одних, потом схемы других, потом схемы... Они прекрасно разбираются в том, как это работает. Но я не в страшном сне бы не допустил их к подобным позициям. Просто по одной простой причине. Потому что я уверен, что у них вот этот барьера этого не красть нет. Для меня это красная линия. Это первый фактор. Второй фактор. Это, конечно, ум, профессионализм в том смысле, что человек должен или глубоко разбираться, или иметь достаточный кругозор и знания для того, чтобы достаточно быстро разбираться. Опять же, на уровне менеджера. Потому что у каждого из них есть замы. То есть каждый из них может собрать команду сильную, которая ее усилить. Не бывает идеальных специалистов. Это миф. Когда он показывает этого красивого какого-то там дядю, условно говоря, в хорошем дорогом костюме, который многозначительно молчит, смотрит вдаль и с красивыми часами, вообще не значит, что он будет хорошим специалистом. Еще раз. И то, что он до этого 15 лет работал в какой-то структуре, вообще никак его не характеризует. Я посмотрел, есть ли у вас часы сразу автоматически. Нет, не ношу. Вот. И это вторая история. И третья история, это, извините, готовность служить государству. Потому что работа на государственной службе сейчас, это не про высокие зарплаты. Конечно. Это постоянный стресс. Это огромное количество врагов. Это огромное количество грязи, которая на вас выливается. Заказной. Вы же понимаете, когда вы перекрываете крайник негодяем каким-то, а у них вот вчера они зарабатывали на этом миллионы долларов, а сегодня уже их людей увольняют, и счастье заканчивается, они эти деньги начинают тратить куда? На суды, к сожалению, для того, чтобы оплачивать адвокатов, иногда продажных судей, для того, чтобы восстановить на работе своих подопечных. Не оплачивают средства информации, не оплачивают митинги, которые потом гробы, извините, возят под дом. вообще не смешно. Ужас. Так вот, это война, и надо понимать, что людей, которые одновременно патриотичные, которых одновременно нормальная репутация, которые не выглядят как люди, которые придут и завтра начнут строить схемы, и которые готовы идти на войну, их очень ограниченное количество. Очень ограниченное количество. и я вам скажу, что процесс подбора таких людей на подобные должности, он не выглядит так, что у тебя есть лавочка из запасных тысячи специалистов, и ты тут прям выбираешь. Это часто риск. То есть, ты часто делаешь выбор в пользу человека, который, по твоему мнению, способен зайти, разобраться и поменять систему. И поэтому я оценивал работу и Макса и господина Верлана. И других ребят, которые точно так же зашли. Саша Стародубцев на государственное агентство государственной службы. И там Егора Фирсова, который возглавил ДЖК-инспекцию, еще один рассадник коррупции. Я расценивал их работу по статистике. Ты каждый месяц смотришь статистику и видишь, чем она отличается от предыдущих периодов. Так вот, динамика по всем этим органам была позитивная, положительная. Может ли такой человек, вот вы завтра возглавляете налогу, скажите, пожалуйста, вы на следующий день прекратите коррупцию? Конечно нет, невозможно. Это десятки тысяч людей, которые работают в системе, у которых где-то остался какой-то схематозик, где-то кто-то чей-то, кто-то рос в системе, у кого-то какие-то связи. Украина огромное государство. Поэтому прекратить коррупцию сегодня на завтра невозможно. Можно поставить честных менеджеров, которые постепенно будут очищать, менять систему. Зарплаты, в том числе, нормальные сдит. Где же их взять? Вот. Там у нас сейчас говорят про кадровый голод, сейчас там мода такая. Так вот, мой ответ очень простой. Людей нужно воспитывать. У нас в достаточном количестве нету ни министров. Это, ну, больно об этом говорить, но это правда. У нас в достаточном количестве нету руководителей центральных органов исполнительной власти, которые отвечали бы всем этим трем критериям. Конечно, негодяев, которые готовы хоть завтра пойти на любую позицию, вот, на любых условиях, только бы их допустили к кормушке, их пруд прудить. Но вы же понимаете, к чему это приведет. Ну, то есть, ничего общего с изменениями это иметь, к сожалению, не будет. Я вот не случайно спросил про ваши часы. Скажите, за время пребывания на посту премьера вы разбогатели? Беднее стал. Намного? Нет, ну, я думаю, что на тысячи долларов точно. Скажите, то есть, возможно, быть премьер-министром на вашем примере и не заниматься коррупцией? Вот, даже ваши враги. Конечно, можно. Даже ваши враги, я хочу подчеркнуть важный момент, говорят, вот он ничего не украл. Не украл. Это уже важно. Это уже очень важно. Это прецедент, во всяком случае, для Украины. возможно не заниматься коррупцией, находиться на посту премьер-министре. Я вам скажу больше. Смотрите, это же культурная проблема, на мой взгляд. Давайте посмотрим на то, как выглядит наша политическая система. Есть большие группы влияния. В простонародье, олигархи и не только. У которых есть свои медиа, которые на каждые выборы ведут или помогают в какие-то политические проекты партии, у которых есть огромный опыт, огромные ресурсы, у которых есть армии юристов, у которых есть структуры, которые по своей мощи и готовности воевать часто не сопоставимы с министерствами, которые у тебя есть. И это очень сильная группа влияния. То есть, это надо просто отдавать себе отчет. Ни хорошо, ни плохо. Это надо просто понимать. Это часть нашего ландшафта. А и о проблемах там с ними мы отдельно поговорим. Я для себя прихожу к выводу о том, что они ничему не учатся. Я вам скажу честно. Потому что, если посмотреть там тот же самый капитализацию бизнеса, мы видим, что они все беднеют, к сожалению. На фоне их коллег так точно. А если вкладывали в страну, богатели? Вопрос не вкладывания в страну. Это другой вопрос. Кстати, некоторые из них так делают. Размещают производство, мучают людей, проекты какие-то, фонды, академии. то есть, проблема просто в том, что есть такое выражение, это ежики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Вот и тут. Грызут. Вот дешевеет и дешевеет страна, дешевеет и дешевеет страна, а они все поддерживают этих популистов и негодяев, политиков и поддерживают. Вот даже сейчас, я там не хочу там называть имена, но вот там замечательные эти наши, Юлия Владимировна, Олег Валерьевич Лешкова, ну вот эта вся реинкарнация, что ли у тебя она сама происходит? Ну нет, конечно. вот эти все вещи, ну этих политиков, которые по-прежнему нам рассказывают про Советский Союз, по-прежнему нам там рассказывают про какие-то космические корабли, масонские заговоры какие-то рисуют. Вот это вот все, да, ну вы же не верите в то, что умные, значит, успешные в нашей стране богатые люди, они всерьез понимают, что Украина должна оставаться там, не знаю, социалистическим государством. Понимаете, да, что ли? Если ты хочешь жить в нормальной стране, цивилизованной, с рыночной экономикой, со всем остальным, при этом инвестируешь в политиков, которые прямо с этим борются, ну у меня вопрос, извините, я понимаю тактику раскладывания яиц во все корзины, я это все понимаю, но это очень близорукая, извините, тактика. Если бы этих популистов, негодяев, иногда, извините, клоунов в плохом смысле слова, не поддерживали, не спонсировали группы влияния, то политический ландшафт Украины давным-давно был бы намного качественнее. И речь не обо мне сейчас, речь о большом количестве молодых ребят, которые за это время вырастали. Теперь по поводу воровства. Я почему начал так издалека? Потому что, давайте себе представим, вот приходит уж как-то там чудом порядочный человек на какую-то политическую позицию типа премьер-места. Какой у него выбор? он понимает, что против него большое количество разных групп влияния, у которых свои ресурсы, свои медиа. Вариант номер один. Это сдаться кому-то в плен, начать работать на него, обслуживать его интересы, и как-то там за счет этого держаться, воевать. Кто-то за тебя будет воевать, кто-то против тебя. Ну и вот это какая-то возня, вот это подпадет. Вариант второй. Это выбрать себе какое-то количество схематозиков, поставить туда на эти схематозики своих людей, настроить какую-то там, я не знаю, какую-то там схему, пусть там капает какие-то миллионы долларов. Ну а вы должны понимать, что позиция премьер-министра это там позиция, которая позволяет тебе там продавать должности там за миллионы долларов. То есть это там теоретически, если ты там пришел для того, чтобы заработать денег, поле для... А сколько премьер-коррупционер может зарабатывать в месяц? Десятки миллионов. Слушайте, ну последнюю взятку 6 миллионов долларов, видели? Да. Ну понимаете. То есть это все, и это только цветочки. Когда мы говорим о миллиардах, позиция премьер-министра теоретически дает настолько широкое пространство для маневров, что там только фантазию имеет. И суда, и суда. И желание. И все остальное. Поэтому стратегия вторая. Это найти какой-то схематозик. Значит, и пусть там капает какая-то там, условно говоря, денежка, а потом за счет этой денежки ты якобы себе там обеспечишь политическое мобильное. И то, и другое путь в никуда. Потому что и то, и другое делает тебя рабом Ламбре. В любом случае ты становишься заложником того же, против чего ты пришел бороться. Если ты начал себе строить коррупционные схемы, в этот момент на тебя нужно... И вы не пошли ни по первому пути, ни по второму. Так это путь в никуда. Есть проблема с политической системой в Украине. Потому что пока средний класс, пока люди не начнут участвовать в выборах и условно платить за это, то есть платить за качественную политику, это как за качественные средства массовой информации. Порядочным людям будет все сложнее и сложнее приходить в власть. И Зеленский тут скорее исключение. Ну, то есть это такой, это феномен, на мой взгляд, на нашем политическом ландшафте. А в общем и целом обычная игра выглядит как. Разные группы влияния финансируют разных своих, причем финансируют как-то по-своему. Потом получается парламент, в котором болото, в этом болоте рождается что-то коалиционное, приходит там человек, который вынужден на растяжке обслуживать интересы всех по чуть-чуть. Правильно? Абсолютно. Путь в никуда. И для того, чтобы из этого пути выйти, абсолютно точно не нужно нырять в коррупционные схемы. Почему? Потому что в момент, когда ты первый раз этим занялся, кроме того, что ты перестаешь себя после этого уважать, но в первый раз, когда ты занялся, на тебя сразу есть компромат, тебя сразу может кто-то задержит, и все на этом закончилось. И ты после этого, вот эта вот, ну, марионетка, а, как говорил один классик, этот, отношения кукловода с Буратино никогда не завершаются хорошим. Поэтому, оно так и получается в украинском. Я вам вопрос задам. Это правда, что со всеми ключевыми украинскими олигархами вы лично встретились? Да, безусловно. С каждым по отдельности? Точно. И по моей инициативе, и у каждого из них есть мой номер телефона, я специально сказал, что смотрите, третий путь, который я выбрал, романтично, выглядит следующим образом. Я себе подумал, думаю, ну окей, раз уж так получилось. Нужно, чтобы каждый понимал, что мы равно удалены и не подыгрываем никому. Мне важно было каждому из них донести эту мысль, посмотреть в глаза, сказать, смотрите, я вам обещаю, что мы не будем подыгрывать никому. Давайте попробуем построить некие равные правила для всех, потому что от этого мы выиграем все. И если у вас будет ощущение, что мы кому-то подыгрываем, обслуживаем чей-то интерес, у вас всегда есть возможность мне написать, и я на это должным образом отреагирую. Ну вот это вот... А с кем вы встретились? Вот давайте пофамильно. Смотрите, ну я встречался с господином Пинчуком, я встречался с господином Коломойским, я встречался с господином Ахметовым, я встречался с господином, ну Фердушем нет, но господином Левочкиным я встречался, я встречался с крупными бизнесменами, с Косюком, с Живаго, с Бахмачуком я встречался. Ну то есть... Интересно. Скажите, кто из этих людей произвел на вас самое сильное впечатление? Ну, я не могу вам сказать. Ну, правда. Нет ничего такого. Ну, кто показался самым таким интересным с точки зрения человеческой даже? Мне очень сложно, правда. Не в смысле я там хочу кого-то. Я просто не хочу выдумывать. Ну, у меня с каждым состоялся интересный, содержательный диалог с кем-то несколько. Это все интересные люди по-своему. Вы дали свой телефон, чтобы они вам звонили. Чтобы у них была возможность, если что, прямо написать мне и задать вопрос. Кто-то писал и звонил? Конечно. Самым активным был Игорь Валерьевич. Он человек общительный. По-моему, все практически. У меня со всеми какое-то продолжение общения было. Игорь Валерьевич вас в жизни учил? Нет. Но у вас были напряженные отношения? В личном общении он был всегда предельно корректен. Учтив. У меня не было с ним никогда... Ну, то есть вот я знаю, да, знаете, есть такая слава, когда он может там на кого-то наезжать, неуважительно относиться. Не может быть. У меня... Мне, наверное, повезло. А может быть, там, по каким-то другим причинам, но я никогда не чувствовал себя там дискомфортно в общении с ним. Если бы чувствовал, я бы ему об этом, безусловно, сказал. А тут вопрос в другом. Главная мысль, которую я разделяю, и в которой я уверен и сейчас, заключается в очень простом. Я уверен, что у Украины в связи с Зеленским, в том числе, ну и там целый ряд других обстоятельств тоже, дает нам очередной уникальный шанс превратиться в качественно что-то другое. Цивилизованную страну. Качественно что-то другое. И это в интересах всех. Вот я верю, что прагматичный интерес всех этих людей в том, чтобы тут были по-честному некоррумпированные суды. В том, чтобы нельзя было по телефону порешать с прокурором. В том, чтобы правительство не подруливало кому-то одному, а попыталось построить более-менее равные правила игры. Хотя я вот так говорю, да, там равные правила игры. А всегда же дьявол в деталях. А вдруг кто-то ровнее будет? Есть история, которая сложилась. Есть исторические интересы какие-то, которые всегда какими-то были, или какими-то не были. Есть какие-то счеты между ними. У каждого из них, между ними очень разные отношения. Это надо понимать. Поэтому я не... У меня нет такого упрощенного представления о том, что надо взяться за руки, и всем будет хорошо. Вообще нет. Но важно, чтобы каждый из них понимал, что государство должно быть сильным. И управление государством, и влияние силовое на государство – это табу. Нельзя, если ты занимаешься крупным бизнесом, пытаться внедриться в государственные институции, расставить своих людей. Нельзя. Это табу. Пока это не будет табу для крупного бизнеса в Украине, у нас будет болото. А кто-нибудь из этих очень богатых, уважаемых людей говорил вам, Алексей, ну, вы же молодой человек, надо думать о будущем. Ну, давайте раз в месяц вам будут привозить там чемоданчик столько-то, или переводить на любой счет, там назовете счет. Даже не намекали. У нас были хорошие отношения. Есть вопросы, которые нет смысла задавать. Потому что ответ понятен наперед. Я вам больше скажу. Даже какие-то завуалированные формы, типа фондов, каких-то для финансирования, каких-то программ, воспринимались мной очень осторожно. Хотя я верю, что некоторые из этих людей, они искренне готовы были помочь. Но репутация штука очень хрупкая. И если ты когда-то начинаешь... Ну, то есть, условно говоря, давайте себе представим. Если вы премьер-министр, и вы начинаете... Вы создаете какую-то там, не знаю, группу, например, аналитическую, которую финансирует там группа влияния А. Скажите, пожалуйста, на природу это группа влияния Б. Конечно. Конечно. И всегда так будет. Потому что любое подобное действие... Будет восприниматься как... Конечно. Как лояльность. И это недопустимо. Государство должно финансироваться за счет налогов. Это важно. Потому что оно работает в интересах граждан и налогоплательщиков. Пока будет иначе, пока будут вот эти какие-то гибридные истории, всегда будут подозрения, мифы и прочая ерунда, которая нас отдаляет. Для меня принципиально важно было, чтобы министры получали небольшую, достойную для такой позиции заработную плату. Почему это было важно? Потому что когда министр подписывает документы на миллиарды гривен каждый день, а после этого приезжает и едет домой и думает, как ему заправить автомобиль... Деформация. Это не просто деформация. Это опасно. Ну, это непозволительно опасно. И вопрос не в том, что... Как бы там много-мало денег. Просто в том, что если ты не платишь своим чиновникам, то ты, а, проигрываешь на старте группам влияния, б, потому что у тебя никогда не будет некачественного продукта. Конечно. И, б, люди истощаются. Ты не можешь жить и работать 20 часов в сутки. За копейки. За копейки. Нет, как за копейки. И требовать от людей... Абсолютно. Так, как будто бы они, не знаю, больше никогда в жизни ни в чем будут нуждаться. И это не только про министров. Это вообще про госслужащих. И тут у нас другой перекос есть, что у нас есть избыточное количество, там, функций, органов, людей. То есть нужно сокращать в этом смысл. Но у людей должно быть достойное... Тогда будет способность у государства противостоять, в том числе, таким интересам. Украину по-прежнему покидает много людей. Вот, знаете, были надежды. Многие зарабетчаны мне говорили, вот сейчас поменяется власть, и мы, наконец, вернемся, потому что президент зовет возвращаться. Но пока они возвращаются, мало того, уезжают. Вот что делать? Как бы вы объяснили зарабетчанам, почему им надо бросить все там, где они находятся в Италии, в Испании, в Португалии, и вернуться назад? Вы знаете, для меня это такая достаточно личная история, потому что последние 20 лет и моя мама тоже живет постоянно в Италии. Она там работает простым медиком в госпитале. Кстати, история с коронавирусом в этом смысле была достаточно такой сложной для меня, переживал. Но не в этом суть. Что им объяснять? Каждый человек ищет, где ему лучше. И если он в Украине не может найти себе работу, то, очевидно, он будет пытаться уехать куда-то, чтобы заработать. Я очень хорошо понимаю, что чувствуют семьи таких людей, потому что это, конечно, ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье. И это большая трагедия, на самом деле, для Украины. И именно поэтому, кстати, решение этой задачи было одним из наших приоритетов отсюда. Вы хотели маму перевезти просто. Ну, я думаю, что это... Я бы не сводил это к такой бы юзкой задаче, но вообще, кстати, многие вещи, которые мы делали, они были пропущены через себя, если хотите. Там та же самая медицинская реформа и фокус на усовершенствование работы скорой помощи. Это личное с точки зрения гибели отца. Я хорошо понимаю, что чувствует простой парень из маленького города, обязательно он переезжает в Киев. И поэтому для нас реформа среднего образования была тоже приоритетом. У нас огромное количество проблем, которые нам достались еще с Советского Союза. Потому что и это, на самом деле, проблемы часто культурные. Вы же хорошо, наверное, знаете, что детки, которые заканчивают школу, очень часто их родители говорят, вот, ты должен поступить в университет. Конечно. А если ты не поступил в университет, ты неудачник. Поэтому любой ценой пытаются тебя, значит, туда каким-то образом определить. А это часто связано с коррупцией. Это в том числе привело к тому, что у нас огромное количество университетов, где это становится меньше. А манеров, штукатуров, не хватает. Качество высшего образования сильно падает. После этого вот и такой тренд, он создает ситуацию, при которой тому же самому молодому человеку, если он идет в, это называется, ПТУ, то есть там профессиональное техническое училище, это фактически стыдно. То есть если ты туда попал, это клеймо, это неуважение среди сверстников, и это страшно, потому что это приводит к тому, что у нас куча юристов, экономистов, дипломированных на базарах, извините, там торгуют, а реально работать некому. Это приводит к дисбалансам в экономике. Отсюда же и дополнительная безработица. И это вот такие конкретные жизненные истории, такие конкретные вещи, это и есть экономика, если хотите. Это и есть реальные проблемы. То есть не какие-то бумажки, постановления, какие-то решения. Вот на этом, собственно, и надо фокусироваться. И таких проблем на самом деле масс. Хорошо, что нам досталась инфраструктура с советских времен. Потому что мы до сих пор продолжаем ее нещадно эксплуатировать, где-то пилить, где-то просто она уже прохудилась настолько, что там каждый день рвется. Но нам достались и стереотипы, которые надо преодолевать. Страхи. Люди боятся заниматься предпринимательством. Люди не хотят брать на себя инициативу. И, конечно, важно, чтобы для того, чтобы люди были смелее, государство вело себя адекватно и прогнозирует. Это вот то, чего очень сильно не хватает сегодня в работе правительства. Премьер-министром вы были полгода. Недавно Владимир Зеленский дал интервью «Украинской правде», где рассказал, как он увольнял Гончарука и то, что его обидело, что после первого разговора вы поехали советоваться с каким-то человеком. Владимир Александрович сказал, я знаю, с каким. И затем приехали к президенту с совсем другим мнением. Скажите, вот мне известно, я могу ошибаться, что человеком, которому вы поехали советовать, был уже к тому времени отставленный Андрей Богдан. Зачем вы к нему поехали и что он вам тогда посоветовал? Это странно, потому что я советовался с командой, во-первых. Я собрал министров и говорю, смотрите, есть такая ситуация, давайте подумаем, как из этой ситуации выходить. Я пообщался с большим количеством людей, которые не входили в состав кабинета министров, но к мнению которых я прислушался. Поэтому какого-то одного человека который поменял бы мое мнение. Но он был среди других, да, Богдан? Смотрите, я, по-моему, советовался, но еще раз, у меня... То есть не было такого, что вот у меня было одно мнение, я поехал съездил к кому-то, и после этого мне поймалось мнение. Это глупость. Это не соответствует действительности. Но что правда, я попытался еще раз донести до президента позицию о том, что это плохая идея поменять правительство именно в тот момент. И я и сейчас так считаю. Я считаю, что это ошибка, которая в том числе и там возымела и будет еще дальше иметь последствия. Правду ли говорят, что именно Игорь Валерьевич Коломойский убедил президента отправить вас в отставку? Не знаю. Я не знаю, кто убедил президента в конце концов. Я думаю, что он имел влияние, я так думаю. По поводу Богдана, кстати. Я считаю, что человеческие отношения очень важны. И к Андрею Йосиповичу у меня за время нашей работы вместе сложилось, скажем, формировалось уважение. Я считаю, что он сделал много хорошего за время, когда мы работали вместе. Он защищал правильные вещи. Причем защищал очень искренне. И что правда, после того, как Богдан ушел в отставку, я к нему приехал для того, чтобы его поддержать. И после этого мне многие люди говорили о том, что мне не стоило в это делать, что это было расценено как какая-то лояльность. Но я скажу больше, я бы и сейчас так поступил. Не потому, что Богдан является каким-то суперважным для меня человеком. Просто потому, что я считаю, что проявление уважения в данном случае и поддержка человека, который, как мне кажется, находится в такой эмоционально сложной ситуации, это достойное поведение. Я бы поступил так и сейчас. За последние четыре месяца мы общались с Андреем немного. мы несколько раз прогулялись в лесу, несколько раз писались, созвонились по телефону, но я даже сейчас эти отголоски слышу. То есть, вот даже по последним событиям, говорят, вот Гончарук вместе с Богданом планируют политическую партию. Сплошь и рядом, каждую неделю глупостей эти слышу. Или вот Богдан что-то делает, вот Гончарук ему помогает в парламенте. Тоже глупости. Я считаю, что вот эта охота на ведьм, вот эти какие-то слухи лишние, это проблема. Я общался с многими людьми. Правда, с многими. В том числе и по поводу отставки. Вообще, тот момент, он был достаточно сложным, откровенно, потому что я, с одной стороны, понимал, что есть страна, и ты премьер-министр. И от твоего решения зависит, ну, многое достаточно. Ну, то есть, условно говоря, решение не написать заявление и решение там, условно, занять жесткую позицию в диалоге с президентом, сказать, нет, извини, я не буду этого делать по каким-то причинам. Оно, это решение, к которому меня подталкивало большое количество людей. Но я считаю, что оно было недопустимым по двум причинам. Первое, это привело бы к политическому кризису, а мы очень часто проходили это в истории Украины. Ну, то есть, у нас, в принципе, кстати, конституция написана таким образом, что позиция президента и премьер-министра, они часто конфликтуют. Ну, то есть, это сплошь и рядом, премьер-министр начинает воевать с президентом, значит, неразбериха, какая-то там сумасоха. Постоянно, практически постоянно. Я выше этого. Я считаю, во-первых, я пообещал президенту когда-то по своей инициативе, из меня этого обещания никто не выбивал, никто не просил меня писать заявление заранее, я бы, ну, там, не занимался такой. Но я пообещал президенту о том, что я, как лидеру политической команды, готов ему всегда написать заявление в момент, когда он об этом попросил. Он об этом попросил, я это сделал. И сделал бы так еще раз, если бы такая ситуация подвернулась. По двум причинам. И потому, что я держу слово, которое я дал, и потому, что альтернативный сценарий привел бы к глубокому политическому кризису. Скажите, отставка стала для вас глубокой такой личной трагедией? Смотрите, есть категория людей, которые считают, что назначение на подобную позицию это награда, а отставка это наказание. Это ерунда. Вообще, это совсем иначе. Это огромная ответственность. Она сейчас, большая ее часть свалилась с плечей. Я свободный человек. Я могу, когда я хочу, поехать к этому цену велосипеда. Это очень по-простому. И не по Кабмину на самокатах. Сто процентов. В более приятных для этого местах. Или играть в футбол с друзьями. Или уехать из города на несколько дней просто для того, чтобы подышать свежим воздухом или побыть с друзьями. Эта свобода очень дорогого стоит. Ты начинаешь ее ценить в момент, когда ты почувствовал какую-то альтернативу. Это, во-первых. Во-вторых, это позволяет мне сейчас смотреть на ситуацию со стороны. Это огромный опыт. И это же только начало, Дмитрий. Мне еще лет 30 точно осознанной жизни работать в этом политическом поле. И это далеко не последнее мое появление в подобных высоких кабинетах. Опять-таки, вот я разговаривал с разными очень уважаемыми людьми. И у вас перед интервью что мне говорили? Один человек говорит, ну, беспрецедентная история, когда у премьер-министра почти весь кабмин. Лично его. То есть, беспрецедентный, колоссальный ресурс. И так, он говорит, выйти в гудок в результате. Второй говорит, Леша, это не украсть, не посторожить. Что вы думаете о том, что сказали этих два человека? Ну, не украсть точно. Сторожить. Пусть сторожат другие. Это правоохранительные органы должны этим заниматься. Ну, формирование политики это о другом. По поводу беспрецедентного, конечно. Я совершенно с этим согласен. Вообще, то, что происходит с украинским политикумом после прихода господина Зеленского, это все одна сплошная беспрецедентная история. Он поменял существенным образом политический ландшафт, за что ему честь и хвал. Но при этом что надо понимать? Что это и беспрецедентная история, когда у премьер-министра нету своей политической поддержки во фракции. В том смысле, что ты зависим от офиса президента полностью. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Это история, при которой у тебя команда в широком смысле слова, а я сразу попросил всех своих министров, настолько быть открытыми перед офисом президента, насколько это было возможно. Я никогда не ревновал, не был против того, чтобы, например, президент собирал ряд министров каких-то и пытался для себя что-то выяснить. Я считаю, что политика это вообще командная игра, в которой идеальную форму описал господин Биндукидзе о том, что для того, чтобы страна изменилась, нужно три человека. Первый, который будет делать реформы, второй, который будет закрывать негодяев, третий, который будет политической защитой для первых двух. Потому что делать одно, второе и третье одновременно или одному человеку невозможно. Это научная фантастика. Поэтому я рассчитывал, я мыслил себя в рамках вот этой парадигмы. И в этом смысле Кабинет Министров это один из инструментов для изменения страны. Вообще мы же прекрасно понимаем, что даже такие вещи, например, как бизнес-климат это штука, которая намного больше зависит от таких факторов, например, как участие СБУ в коррупционных историях, чем, например, от политики Министерства экономики. То есть это просто прописные истины. И поэтому создать нормальный бизнес-климат, не имея возможности влиять серьезно на силу веков, совершенно невозможно. Поэтому с самого начала понимая эту конструкцию и понимая, что мы можем добиться результата или все вместе, или каждый по отдельности проиграть и иметь какую-то свою историю неуспеха, я и таким образом строил ситуацию. Поэтому с одной стороны, да, сам кабинет министров, он действительно формировался в значительной мере, кроме пяти министров, это были люди, которых я рекомендовал. Но это не были мои люди в смысле у меня с ними были какие-то давние отношения. Это в смысле я на рынке в широком смысле слова смотрел большое количество специалистов. Но и те, кто соответствовал вашему представлению. Абсолютно точно. Более того, мы посоветовались по каждой позиции с президентом, для меня его мнение было важным, но это правда, что в значительной степени это мое решение. Я сейчас задам вопрос. В интервью, в недавнем интервью «Украинской правде» президент дал весьма нелестные характеристики вашему составу Кабмина, назвав его пионерским лагерем. Как вы думаете, может ли в правиле президент, который сам согласовывал весь состав Кабмина и лично прособеседовал всех министров, давать такие оценки? Вы знаете, я думаю, он политик, ему важно продолжать нравиться своим избирателям, поэтому, конечно, он будет пытаться награждать нас подобными какими-то эпитетами и метафорами. Вы не обиделись, когда это почитали? Нет, конечно. Смотрите, я понимаю, что он в роли политика, ему нужно критиковать и все. Ему нужно как-то объяснять те решения, которые он предъявил. Я думаю, что каждое следующее решение ему будет объяснять все сложнее и сложнее, но он все равно такую модель поведения выбирал. У нас средний возраст кабинета министров был далеко за 35. Это надо понимать. Это не люди по 25 лет, это все люди с хорошим, состоявшимся опытом, каждый из своих. С биографиями. Смотрите, поэтому это все, конечно, красивые, конечно, какие-то эти цитаты, но в подавляющем количестве случаев это вообще ничего не имеет общего с действительностью. То, что это не были кепкие хозяйственники из 90-х или времен Януковича, это правда, потому что для меня принципиально было не внешний вид, в том смысле, что мне не важно было, чтобы человек выглядел медицным господарником или солидно, что называется. Для меня важно было, чтобы человек в голове и какие у него намерения. каждый из министров практически был, на мой взгляд, на своем месте, но действительно, конечно, ошибки у нас были и по ним надо разбираться. Общее заявление, общие оценки подобного толка это прискорбно, но я к этому отношусь как к должному. Это часть опыта, который у меня есть сейчас. Денис Шмыгаль, хороший пример. Я не хотел бы его оценивать сейчас. Это было бы некорректно, на мой взгляд. Он был неплохим губернатором, он был слишком недолгое время вице-премьером в моем правительстве, и поэтому сказать о нем что-то содержательное, объективное мне достаточно сложно. Мне очень многие вещи не нравятся, которые сейчас происходят в правительстве. Там много странных, хаотических заявлений, но я допускаю, что Денис Шмыгаль слишком слабо влияет на Кабинет Министров для того, чтобы приписывать все эти недостатки лично ему. Поэтому я думаю, что он в достаточно сложной ситуации. Я не согласен с многими решениями, которые они принимают. Я не согласен. Я считаю многие заявления, в том числе, ошибками, но общей оценки я бы пока не дал. Шмыгаль как премьер-министр лучше, чем премьер-министр Гончарук? Это точно не мне оценивать. Михаил Саакашвили был бы хорошим премьер-министром, на ваш взгляд? Сложно сказать. У него есть сильные и слабые стороны. Какая бы из них сыграла какую роль, мне оценивать сейчас сложно. Он точно заряжен на изменения, и в этом смысле он очень хорош. Он точно лидер, и в этом смысле я думаю, что ему было бы, у него бы получалось в том числе работать с парламентом. Но скажем там, тот опыт, который у него есть в Украине, пока свидетельствует о том, что эти качества они не всегда там срабатывают. Наверное, в том числе и из-за противодействия групп влияния. Мне сложно пока судить. Я опять вас процитирую. В первом же после назначения интервью, которое вы давали на лужайке во дворе Кабмина, вы сказали, что уволите Авакова, если он будет плохо работать. По итогу... По-моему, я сказал, что если будут пересечены красные линии, как-то так. По итогу уволили вас, Аваков продолжает работать. Какие у вас были с Арсеном Борисовичем отношения во время вашей работы на посту премьер-министра? Смотрите, очень ровные рабочие отношения. Какая вообще, я бы сказал, роль Авакова в современной украинской политике? Это очень разный вопрос. если говорить о наших отношениях, то Аваков, он очень корректный, опытный человек, и поэтому у меня никогда не возникало каких-то проблем ни с ним, ни с его ведомством, или какого-то дискомфорта по поводу взаимодействия с Министерством внутренних дел. Буквально на второй или третий день, какие-то из первых дней моей работы, я пригласил Арсена Борисовича, мы созвонились, я пригласил его на встречу, мы с ним долго разговаривали, один на один, я ему честно сказал, что я был против его назначения в правительстве, очень Крита Паришенеля в этом не было, то есть об этом знало большое количество людей. А почему? Все очень просто, на самом деле, я считаю, что люди, которые являются группами влияния, по сути, которые олицетворяют одну из групп влияния, Арсен Борисович безусловно один из самых влиятельных людей в этой стране, их наличие и присутствие в правительстве, на мой взгляд, рушило вот эту концепцию равноудаленности от всех. Интересно. И, ну, опять же, тут нету какой-то, я не знаю, там, какого-то суперсекрета. И... И вы ему в глаза это повторили? Конечно. Он обиделся? Нет. Он достаточно взрослый, на наш взгляд, человек, для того, чтобы обижаться на такие глупости. Ну, то есть, это честный диалог двух людей. И, более того, я ему благодарен за то, что после этого я не чувствовал там никаких подлостей с его стороны. На мой взгляд, он такой в этом смысле правильный человек. Я считаю, что то состояние, в котором сегодня находится полиция, оно, мягко говоря, далеко от желаемого. Я считаю, что там по-прежнему работает большое количество негодяев. Я считаю, что чистка не закончена. Ярсен Борисович тоже знал эту мою оценку. Надо платить хорошо, и будет меньше негодяев, больше профессионалов. Логично. Это тоже правда. Это не единственная проблема. Это тоже правда. Но, еще раз, с самого начала мы говорили о том, что, с президентом, о том, что силовое крыло в воюющей стране, международный компонент, это сфера ответственности и офиса президента. И я всегда с уважением относился к этой позиции. Поэтому, кроме тех министров, которых по конституции преподает президент непосредственно, я принял позицию президента по министру внутренних дел. Это была его позиция? Это, конечно. Ну, так об этом все знают. Он неоднократно об этом заявляет. По-моему, все то, что я вам сейчас рассказываю, это вполне известная давно вещь. Это политическое решение президента. Президент до сих пор считает его сильным министром и считает, что он должен находиться. Кстати, это очень комплексное и емкое качество. Во-первых, мы с Арсеном Борисовичем намного меньше работали, чем Анис президент. Поэтому и безопасностный компонент в этом смысле мне тоже понятие значительно хуже, чем президент. Он несет за это ответственность, поэтому я оставляю по-прежнему это на его усмотрение. те функции, которые Министерство внутренних дел выполняет внутри страны в том смысле, что там же есть не только начиная от гидрометцентра, заканчивая пожарными службами. Большое достаточно министерство. Оно всегда имело недостатки, но у нас по каждому направлению был план, за каждым направлением был закреплен понятный человек, замминистра, и по каждому направлению у нас был определенный прогресс. Он точно был не худшим министром в правительстве с точки зрения эффективности процессов, которые происходили в Кабуле. В офисе президента Авакова боятся? Я думаю, что очень по-разному. Кто-то боится, кто-то нет. Но кто-то боится? Наверное. Не хочу с них расписываться. Я думаю, время покажет. Как вы познакомились с Владимиром Зеленским? Кто вас вообще познакомил? Мы познакомились задолго до того, как он стал президентом. Нас познакомил коротко дубилет Дима. Дима рекомендовал президенту меня как человека, который широко разбирается в каком-то широком круге вопросов. Мы с ним поговорили, после этого продолжили общение с штабом, обменивались мнениями, каким-то образом взаимодействовались с ребятами. Но тесно, я не работал в команде. То есть, это было накануне президентских выборов, по сути? Это было осенью позапошлого года. Первое впечатление от Владимира Зеленского, какое у вас было? Вы помните его? У нас произошел такой диалог интересный. Я помню, что я его спросил, зачем вам это надо? Или тебе, я не помню, как мы на ты, на вы общались. Он сказал, что, ну как это, вот, есть примеры, когда конкретно я в жизни сталкивался с несправедливостью, в стране бардак, надо менять. То есть, я лично очень хочу изменить страну. Я ему сказал, смотрите, вы же очень виртуальны, ну, то есть, вы же, у вас нету структур на местах, очень не классическим образом подходите к избирательному процессу. Создается впечатление, что вы есть только, ну, в телевизоре. это, ок. Он мне говорит, а кто не виртуальный? Говорит, ну, все политики кого-то играют. Это не в жизни одни, политики другие. Я тогда помню, согласился, потому что это интересная мысль, интересная работа. Я сказал, а вот там банальные какие-то вещи, защитить результаты, выборов же, надо как-то. Он говорит, а надо набрать столько, чтобы не надо было защищать. Я его спросил, вы что, сборная Бразилии, мы, вы нам забьете, сколько сможете, а мы сколько захотим? Он говорит, да. Это первое впечатление от беседы Зеленского. Конечно, сильный, целеустремленный человек с ярким намерением изменить страну. Очень хорошее впечатление. мне понравилось. Главный плюс и главный минус Зеленского? Главный плюс, что он не олигарх. То есть, у него нет вот этого вот кармана, который он пытается набить. Или там какого-то огородика, который он пытается защитить и приумножить. Это главный, безусловный плюс, и это то, что отличает его от предыдущих президентов, к сожалению. для предыдущих президентов. И для нас это всех. Главный минус, я считаю, что он слишком быстро начал вестись на фейки разные. Ну, то есть, вот эта дезинформация, которая, ну, то есть, есть огромное количество источников информации, эти глупости, все там, телеграм-канал и темный рыцарь, легенды про Соросяд, вот это вот все. Ну, то есть, это то, чем сильно усложняют работу президента. Я считаю, что, если ему удастся противостоять этим мифам и адекватно оценивать ситуацию, у него получится намного больше, чем даже мы ожидаем. Я считаю, что потенциал по-прежнему есть, но риски очень высокие. На тех злополучных пленках, о которых мы с вами говорили, вы сказали, что президент имеет очень примитивное понимание экономических процессов. А если бы у вас была возможность не говорить этого... Я сказал примитивное в смысле простое. Да. Это важно. цитата, да. Если бы была возможность отмотать пленку назад, у вас вы бы не говорили этого или все равно говорили? Вы понимаете, Дим, когда ты работаешь премьер-министром, ты проводишь десятки совещаний в день. Это десятки, сотни иногда людей. И поэтому контролировать каждое слово... Конечно. Это вопрос не публично. Я же это не публично сказал. Это закрытая рабочая встреча с коллегами, с которыми мы планируем, во-первых, дискутируем и обсуждаем сложные достаточно процессы. Пытаемся понять, как противодействовать откровенным мифам и фейкам, каким образом донести до президента простыми максимально словами. Я, как человек, который работал с президентом больше, чем коллеги, пытался им на пальцах, если хотите, объяснить специфику восприятия президента. Я ему говорил о том, что, смотрите, он понимает простые конструкции, как и большинство людей. То есть, чем проще ты объясняешь, тем лучше понимание. Не в смысле, что он там глупый, а в смысле, что для любого человека воспринимать более простую конструкцию проще, легче, она запоминается, воспринимается лучше. Это, конечно, там, было вырвано из контекста, перекручено. Ну, то есть, работали профессионалы. Они нарезали это таким образом, чтобы максимально вызвать реакцию, негативную обиду президента. Владимир Александрович на вас обиделся? Не знаю. Он не говорил при встрече ничего? Вы знаете, я думаю, сейчас уже сложно об этом говорить, потому что я вот эти полутона не помню. Я помню, что первое после этого встречи, а это было почти сразу после того, как они были опубликованы, так сложилось, что в момент, когда они были опубликованы, как раз ехал в офис президента на совещание какое-то. Да, и первая его реакция, на мой взгляд, была очень адекватная. Он сказал, что ладно, не переживай, все надо. Потом уже через время его мнение подкрутил. Может быть. Те, кто находятся внутри, работают в офисе президента, говорят мне, что налицо серьезный непрофессионализм окружения Владимира Александровича и плохая кадровая политика. Это главные минусы президента, о которых говорят его соратники. А также они говорят о том, что президент находится в теплой ванне и недополучает необходимую информацию. Это так? Я уже три месяца не работаю с президентом так близко, поэтому говорить теплой ванне или нетеплой мне сейчас сложнее, но я уверен, что информация, которая поступает президенту и которой он владеет, она достаточно однобокая. Я думаю, что какие-то все истории и мифы успешно культивируются. Причем сознательно, несознательно, это уже не важно. В голове успешно культивируются вокруг президента для того, чтобы он относился к тем или иным людям как-то, относился к тем или иным событиям. В интервью мне, которое Владимир Зеленский дал накануне президентских выборов, оно было таким программным, трехчасовое интервью, был один момент, когда он сказал, если я увижу, что люди поступают не по-человечески, я так недословно говорю, и ведут себя не так, как положено, и подводят меня, я встану и уйду. Вы допускаете, что Владимир Зеленский может не досидеть до конца на президентском посту, встать и уйти? Смотрите, все может быть, но я считаю, что президент Зеленский сейчас точно не хуже, чем президент-олигарх, условно. Да лучше точно. Вот. И именно поэтому для страны лучше, когда президент сильный, когда у президента хорошая команда, когда у них получается, и я, и выйдем, все мы в этом заинтересованы. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы подобные сценарии реализовались, потому что это значило бы, что вот эта история с обновлением политики, она проиграла. это очень плохо. Потому что я не понаслышке знаю глубину проблем, которые сегодня стоят перед государством. Самые серьезные из них глубоко системные. И если будет время, мы об этом глубже поговорим, но справляться с ними, у вас нет университета, в котором этому учат. у вас нету большой лавочки запасных и нету готовых людей, которые способны прийти и вот так с этими проблемами справиться. Потому что это проблемы, которые накапывались тридцатилетиями. Десятилетиями в смысле продвижения последних тридцати лет. И поэтому каждый из них это вызов. И каждый из них будет решаться годами. То есть развязываться годами. То есть это вещи, которые тоже должны меняться постепенно. И я допускаю, что ни одна команда и правительство ни одно может поменяться на этом пути. Но все равно должен оставаться какой-то правильный стержень. Какой-то правильный фундамент, ориентир. И поэтому для людей, которые фантазируют о том, чтобы Зеленский быстрее ушел, нужно задаваться вопросом, что после. Потому что возвращение в времена президентов олигархов или президентов представителей олигархов, это путь никуда. То есть нельзя у вас, когда мы говорим о государственном управлении, о политике, достаточно часто приходится выбирать не между хорошим и очень хорошим, и даже не между хорошим и плохим. Потому что тут выбор более-менее очевиден. Приходится выбирать между плохим и очень плохим. И таких ситуаций, таких случаев масс. Так вот, для меня главной ценностью Зеленского является отсутствие вот этой коррупционной составляющей лично у него. Что значит лично у него? Это значит, что у других она может быть? Я слышал о том, что много же есть разных информаций, разных слухов о том, что тот или иной член команды каким-то образом участвовал в коррупционных принципах. Я не хочу на этом спекулировать сейчас. Мне, знаете, как у Осадова, в лучшее хочется верить, но я считаю, что при нынешнем качестве работы правительственных органов далеко мы не уедем. Ну, то есть абсолютно точно, если внутри команды президента появится какая-то коррупционная лавочка, и она не будет прикрыта, это, конечно, приговор и Владимиру Александровичу. Но вы уверены на сегодняшний день в том, что президент не является коррупционером? Смотрите, я три месяца уже не общался нормально с Владимиром Александровичем, но я исхожу из того, что он точно не олигарх, и у него точно нету намерения набивать себе карму. Все остальное я пока не комментирую, это слухи. Чисто человеческие отношения с Владимиром Зеленским у вас сохранились? Пару раз обменялись сообщениями. Доброжелательно, нормально? Ну, вроде это наше интервью в части касающейся лично его, да и страны в целом. Он посмотрит, как вы считаете? Не знаю. Вполне возможно, да, может не сразу. Вместе с Виктором Андрусевым и Антоном Герасченко, а также с еще рядом таких достойных молодых людей, вы создавали движение Людой Важлыви. Я присутствовал даже на одном из форумов вашего политического движения в Парковом. Какие цели вы перед собой ставили? Ну, там было на самом деле большое количество людей разных. Виктор был действительно вместе со мной среди учредителей. Антона записывали члены и публичные активисты этого движения, но он был так существенно в стороне, он скорее вдохновитель. Ну, нет, он помогал советом. Ну, то есть и была команда из Киева, я помню, был Макс Нефеодов. то есть было большое количество людей, действительно, идеалистов, которые хотели, в хорошем смысле слова, лучшего для страны. Почему она появилась? Очень просто. То есть с той же самой причиной, потому что не было видно альтернативы. если мы вернемся в осень позапрошлого года, то мы вспомним, что это высокий президентский рейтинг Юлии Владимировны. Да. И это перспектива получить Юлию Владимировну в качестве президента, что я расцениваю крайне негативный. Или Петра Алексеевича. Для страны. Петр Алексеевич тоже негативный сценарий. У каждого есть какое-то свое впечатление, но это абсолютно точно все прошлое. И ни один из этих сценариев нас не устраивал. И мы пытались как бы теми усилиями, которые у нас есть, теми какими-то скудными ресурсами, которые у нас были, организовать разумных, порядочных людей в движение общественное прежде всего, которое могло потенциально перейти в политическое. Задача была очень простая. Кстати, она очень производна от того, о чем мы сегодня с вами говорим. Кадры из ниоткуда не берутся. то есть, вы не можете завтра с Марса привезти армию идеальных чиновников, которые будут там, извините, питаться святым духом, которым не нужна никакая зарплата, которые готовы не воровать, которые будут идеально работать и противостоять разным группам влияния, и при этом еще ничего за это не просить. Поэтому кадры надо воспитывать. Кадры надо воспитывать, в политической системе нормально этим занимаются политические партии, то есть, у них есть там некая школы, некая лестница, вот как вы описывали, которую можно пройти, и внутри которой можно получить необходимый опыт. В Украине эти институции атрофированы, потому что вместо политических партий у нас политические проекты, которые возникают, вспыхивают и гаснут непосредственно в связи с выборами, и поэтому долгосрочное строительство, это не только не про государство, это еще и не про политические партии наши. Вот поэтому мы тогда запустили в том числе партийную школу, ну, условно. То есть, условно говоря, это площадка, на которой люди, которые уже имели какой-то опыт работы в государственных органах, делились опытом с людьми, которые хотели бы себя попробовать в этом качестве. Вот, по-моему, достаточно достойная инициатива. Сегодня все обсуждают, что же дальше Алексей Гончарук будет делать в политике. Одни говорят, что вы можете возглавить партию «Голос». Другие говорят, что вы можете возглавить собственный проект под названием «Люды важливи». Что вы будете делать на самом деле? Смотрите, слухами Земля полнится. Ни одно из озвученных вами экзотических, так сказать, экзотических сценариев не имеет ничего общего с действительностью. Я таких намерений не имею. Сейчас я продолжаю я использую то время, которое у меня есть, для того, чтобы осмыслить тот опыт, который у меня был и происходящее. Потому что, конечно, были ошибки, были сильные какие-то стороны. Еще до того, как зайти в правительство, я собрал группу, как мне кажется, очень хорошо подготовленных и умных людей. Их было 12 человек. и мы работали над документом стратегического толка для страны, который потом частично лег в основу программы деятельности правительства. Но я чувствую незаконченность в этом плане, потому что перед Украиной сегодня стоит большое количество вызовов. Есть системные большие проблемы, которые, я уверен, достойны внимания вашей публике, в том числе, решение которых является критически важным для нашего государства. И где нет простых решений. Я хочу разочаровать. Простые решения, они, может, красивые, все, но у них очень, если хотите, ограниченный срок действия. То есть, они не sustainable, что называется, они неустойчивы. То есть, ты можешь сегодня на завтра что-то поменять, но для того, чтобы по-настоящему изменилась экосистема, нужно сделать значительно больше. Для примера, вы можете завтра заставить банки выдавать ипотеку под 10%. Вот все, стукнули кулаком по столу, заставили банковскую систему выдавать дешевый кредит. Но очень быстро это приведет к чему? К тому, что туда придут заемщики, у которых бизнес-плана нет. Наберут. Да. А вам надо как-то показывать успешность правительственной программы, поэтому вы будете давить банки не только на то, чтобы они давали по 10%, а то, чтобы они давали побольше. А уровень кредитов, которые не возвращаются сегодня у нас в стране около 500 миллиардов. Ух! Это цифра колоссальная. Более того, мы должны понимать, что за каждый такой выданный кредит платим мы с вами, Идем. И каждый украинец. Надо просто понимать. Каждый раз, когда ваш ребенок, уважаемый зритель, хочет купить машину или квартиру в кредит, он переплачивает в процентах. Плюс 3-4%. За себя и за того партнера. То есть, он платит за тех, кто не вернет кредит. И это очень плохо. То есть, это откатывает нас на годы назад. То есть, мы проигрываем глобально. Поэтому экзотическое решение сегодня-назавтра заставить что-то кого-то делать, оно может быть и есть. Но оно просто очень недолго способно работать. Все рано или поздно это выйдет боком. Поэтому нужны экосистемные правильные решения. Не простые, а правильные решения. Для того, чтобы появились дешевые кредиты, например, нужны дешевые депозиты. Это самое простое. Но нужны инструменты, которые позволяют кредитору защищать свои права. Потому что, если банк выдает кредит, а кто-то не возвращает, то у банка два варианта. Или перекладывать свои убытки на следующего кредитора, и тогда мы платим за это. или, понятно, забирать какую-то собственность у того, кто свои обязательства не выполняет. Это нормальный цивилизованный путь. Ты купил квартиру в кредит, ты ее кредит не вернул, квартиру в банк забирал. Так работает кредит. весь мир. И если это так не работает, мы все платим. Это просто понять. И мы все платим, и более того, мы находимся на задворках истории и без видимых каких-то шансов на длительный прогресс. Поэтому отвечая на ваш вопрос, я думаю, над правильными решениями. То есть я сейчас в свое удовольствие с многими людьми, которые были частью моей команды, с некоторыми новыми людьми, мы пытаемся работать над программой, которую можно было бы предложить для современной Украины в существующих условиях. Сейчас чуть больше времени. Мы делаем это в удовольствие и очень много интересных вещей замечаем. Вы знаете, я не сомневаюсь, что у вас впереди блестящее политическое будущее, и учитывая вашу молодость, и учитывая ваш уже большой опыт. У нас в новейшей истории Украины было несколько случаев, когда люди становились премьер-министрами не один раз. Например, Юлия Владимировна и Виктор Федорович. Прекрасные примеры. Куда уйти от истории? Возможно ли, чисто теоретически, что или при этом президенте, или при другом, вы снова займете пост премьер-министра? И если да, то кого из министров своего предыдущего правительства возьмете в новое? Это безусловно возможно. Я думаю, что это вопрос времени. Но это вопрос не столько про меня, сколько про команду, которая у нас есть. И я совершенно уверен в том, что те десятки людей, которые вместе со мной пришли в правительство, абсолютно достойны занимать самые высокие посты в этом государстве и его менять. Мы точно будем работать над тем, чтобы государство менялось. И для меня лично является важным не столько должность, сколько мандат на изменение. Потому что ты можешь находиться на любой должности. Но быть марионеткой, ширмой, играть в интересах какой-то отдельной группы и ничего не иметь возможность поменять. А можешь находиться чуть более в тени, используя свою репутацию, знания, какие-то контакты, влиять на политические процессы. Поэтому главное не должность, главное уровень влияния. Хотя ответ на ваш вопрос совершенно очевиден. Конечно, да. Наше поколение пришло и пришло надолго. То есть возможно какие-то тактические перестановки. Но в общем и целом в следующие несколько десятков лет мы будем управлять этим государством. Потому что это наше государство. Это государство патриотичных украинцев, умных, опытных, которые, конечно же, простые люди, которые точно так же совершают ошибки, но которые имеют некий моральный барьер от того, чтобы не красть и не использовать государство в своих целях. Это критически важно. Я вам задам последний вопрос. Очень много было негативных прогнозов в последнее время и в связи с эпидемией коронавируса, и не в связи с ней. И многие говорят, все пропало, Украина на грани распада, все плохо, денег нет, еще вторая волна коронавируса может нас вообще поглотить и довести до ручки. Скажите, вы оптимист? Конечно. Вы можете передать свой оптимизм всем, кто нас смотрит? Такой очень неоптекаемый вопрос. Наверное, передать оптимист... Чем больше будет оптимистов вокруг нас, тем лучше будет мир вокруг нас, правда? Смотрите, я уверен в этом, это правда, потому что оптимизм это позитивная энергия, то есть вообще люди, которые способны видеть хорошее, меняют мир, на мой взгляд. Поэтому очень важно, чтобы в Украине оставалось большое количество таких оптимистически заряженных людей, у которых есть внутренняя энергия. Смотрите, есть очень много серьезных вопросов, которые, конечно же, наверное, важно было бы обсудить, потому что проблемы перед Украиной, которые стоят, они большие, системные, глобальные. но хорошая новость заключается в том, что будущее наступило. Ну, то есть, и это значит, что влияние, ну, то есть, в 21 веке главными ресурсами являются не там полезные ископаемые, да, а информация и репутация. Интеллект. Давным-давно у тех, у кого есть знания, у кого есть информация, кто понимает, как работает этот мир, и есть доверие к которым, у них есть все. У них есть все. Посмотрите на там успешные примеры там Илона Маска, например, того же самого. То есть, это человек, у которого нету, извините, там, большой нефтяной компании, да, и там доходы... И даже газовый. Это совсем другой уровень, совсем другая логика работы экономики. Если тебе доверяют, и ты понимаешь, как им доверие, в хорошем смысле слова, воспользоваться, это использовать, у тебя будут все необходимые ресурсы в мире. Поэтому люди, которые ориентированы на там первичное накопление, на то, чтобы там оттяпать себе какое-то государственное предприятие, на то, чтобы там где-то присесть на какие-то там потоки, где-то отжать себе какое-то месторождение, это люди прошлого. И они в этом смысле уже проиграли. потому что их влияние будет с каждым днем уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И это видно уже по всему. Потому что те, кто не переоборудовался, не перестроился на более современный манер, уже проигрывают. Причем по всем статьям. И вопрос времени, когда они проиграют окончательно. в то же самое время молодежь, новое поколение, люди, которые понимают, как работать с информацией в современном мире, которые выстроили свою жизнь не на каких-то коррупционных схемах, они получают все больше и больше возможностей. Поэтому экосистемно такие люди неизбежно выигрывают. Поэтому наложите на это сюда еще то, что качество и уровень проигновения интернета с каждым днем увеличивается. А это значит, что информационное неравенство тоже уменьшается. Огромное количество людей, которые получили доступ к информации, которой у меня, например, не было. Еще раз, если ты живешь в 90-х в маленьком городе, это совсем другая ситуация, чем сейчас. У тебя нет интернета, у тебя нет возможности находясь у себя дома за компьютером, просто имея подключение к сети, путешествовать по миру, получать дистанционное образование, общаться со своими сверстниками, друзьями, смотреть на ситуацию шире. Поэтому будущее поколение несравнимо более сильное, чем были мы 15-20 лет назад. В этом смысле Украина уже победила, потому что главное достоинство, которое у нас есть, главное преимущество по сравнению с той же самой Российской Федерацией, с которой мы воюем, безусловно, это демократия. И это то, что, безусловно, дает нам огромный ресурс для жизни, для развития, для работы в будущем. И это важная, кстати, тема, которую мы с вами не успели обсудить. Мне кажется, что с таким собеседником, как вы, точно на тему русских поговорить бы стоило. Вы, например, недавно провели интервью господина Гиркина и госпожи Поклонск. И я вам скажу откровенно, я думаю, что у этого такого заявления это, безусловно, заявление был и негативный, в том числе, как бы, влияние на Украину. Можете рассказать, почему так получилось? Как вы поделитесь, как пришла эта идея в голову? А это просто, на самом деле, шесть лет войны с Россией. Гиркин вообще один из символов русского мира, символов нападения на Украину. Никаких подозрений не предъявлено, не допрошен, вообще ничего. Государство Украина молчит все шесть лет. Поэтому, ну, если государство молчит, кто-то должен же это делать. А вместе с ветеранами наших спецслужб, с юристами, мы подготовили вопросы, которые Гиркин впоследствии уже расценил как допрос. Но это был допрос на самом деле. Это был допрос. Почему публиковать тогда, если это был допрос? Во-первых, этот документ, который передан Гагу, вы знаете, уже и в Гаге судья уже, руководитель суда сказал, что да, мы приобщили к делу показания Гиркина в интервью Гордону, а зачем показывать это? Вот важный вопрос на самом деле. потому что многие это расценили, ну, на самом деле, вы же понимаете, это враги Украины. Ну, это символы врагов Украины. Зачем это показывать? Это очень важный вопрос, и я очень важно отвечу. Я хочу, чтобы каждый увидел, что такое русский мир. Каждый. Чтобы не было больше вопросов от интеллигентствующих либералов российских прежде всего. Многие говорят, а где вы видели русских? А почему вы считаете, что Россия на вас напала? У вас гражданская война идет? Нет, ребята, у нас не идет гражданская война. К нам пришли граждане Российской Федерации. Вот как Геркин говорит, Геркин, полковник ФСБ, гражданин Российской Федерации, собрал группу людей, они пересекли границу с Украиной. Ладно, их не остановили украинские пограничники, а почему не остановили российские пограничники? Они с оружием шли. Куча россиян сюда приехали, перейдя границу, и стали убивать здесь украинцев, в чем он признался, назвал фамилии прямо. Стали вредить Украине на всех направлениях, вести и гибридную, и негибридную войну. И это проводят люди с российскими паспортами, имеющие звание ФСБ. А теперь весь мир, смотрите, смотрите, вот что произошло с нами. Вы стыдливо прикрываете глаза, особенно западные страны, и не хотите это видеть в упор. Проблема в том, что у нас в стране огромное количество людей, которые русскоязычные, и которые воспринимают этот контент как легализацию этих людей. Тогда и фильм «17 мгновений весны» и легализация фашистов. Наоборот, смотрите, советские люди воевали с очень грамотными, умными, хитрыми врагами. Надо показать. Показали Гиркина тоже. Посмотрите, кто пришел. Вот что такое русский мир. Что они несли? Они несли смерть и раздор. И вчерашние наши братья, друзья, пришли к нам с войной. Смотрите все. Это замечательная история, на мой взгляд. Гиркин это понял поздно. Он дал несколько интервью. Он сказал, что Гордон меня допросил. А почему вы думаете, что он понял это? Вот я сейчас объясню. Потом он говорит, я не думал, что будет так. Сначала он начал мягко, а потом я понял, что это допрос. И дальше он говорит, он меня гипнотизировал. Это был гипноз. У него линзы черные специально вставлены. Дальше пошли уже такие вещи интересные. А вы когда-нибудь гипнотизировали? Никогда. Умеете это делать? Нет. То есть в результате что получилось? Гиркин давал до моего интервью, приобщить к судебному процессу в ГАГе, потому что не было исходных материалов. А у нас исходные материалы есть. Что это такое? Показания с компьютера снятые, где было интервью по скайпу, и флешки. По закону они должны быть. Мы прошли с моим старшим сыном, который осуществлял этот допрос в Генеральной прокуратуре. Это было еще до всех событий. Ведь все готовилось заранее. Значит, во время допроса были переданы все материалы, и все материалы пошли в ГАГу. И теперь ГАГа имеет не просто там Гиркин сказал в интервью, нет, все исходные показатели, все материалы, которые пригодны для суда. И теперь впервые, наконец-то, вот вам допрос, делайте дело. Почему меня это интересует? Потому что, на мой взгляд, что на самом деле не внушает оптимизма, и о чем я беспокоюсь, это как раз война с Российской Федерацией. Потому что я могу быть оптимистом всего, что касается Украины, и вообще, если бы агрессии Российской Федерации не было, на мой взгляд, все было бы в принципе радужно достаточно. Те вещи, которые, те проблемы, которые есть у нас в стране, они вполне решаемы. Хоть они и системные, сложные, но агрессия с Российской Федерацией и война с Российской Федерацией это самый, пожалуй, большой негативный фактор, который у нас сейчас есть. Это сильный, опасный враг, который использует каждую возможность для того, чтобы усилить свое влияние на территории Украины. И вот что важно? Важно, чтобы подобные действия они не усиливали врага. Важно быть аккуратным в каждом таком проявлении. Я думаю, что вопрос возврата Крыма, возврата контроля над Донбассом, это очень прикладная, понятная, конкретная задача, которая будет стоять перед нами в ближайшие годы. И тут надо быть очень аккуратным в каждом взаимодействии с русскими, для того, чтобы не усложнить, а упростить эту задачу. Мне очень приятно, что вы сейчас сказали об этом. Мне кажется, это вообще в стране, особенно из руководящих сотрудников, мало кто понимает, что это самая большая проблема, стоящая перед Украиной, это война с Россией. В первую очередь, сейчас гибридная война, потому что с помощью большого количества российской агентуры, которая внедрена в руководящие слои Украины в разных сферах, ведется чисто война на разрушение украинской государственности. Причем, как это происходит, достаточно почитать опубликованную в начале 2013 года в журнале «Военный вестник» в российском журнале статью начальника генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Герасимова, где он четко расписал, как будет выглядеть гибридная война в отношении противника России. Там все расписано и все происходит по плану. Вот то, что вы сказали, меня это радует на самом деле, потому что это мало кто понимает. И когда начинаешь говорить «российская агентура», «гибридная война», «россия» и так далее, многие «та ладно, что ты». и вот не понимают у нас еще любые переговоры с Путиным бесперспективны. Минский процесс бесперспективен. Путин не собирается отдавать ни Крым, ни Донбасс. Вот это тоже важно. А у вас нет ощущения, что цель, например, вернуть Крым, она становится все более декоративной в Украине? Так это было видно с самого первого дня. Крым сдали, бесславно, тогдашнее руководство Украины. Просто вот так отдало, никто за него не сражался, а могли. И все разговоры о том, что у Украины не было сил, это все фикция. Могли, отдали. Я вам скажу больше. На самом деле, если даже абстрагироваться от событий вот прям тех дней, когда Крым уходил постепенно, а он уходил на моих глазах в том числе, и потому, что мы с ребятами опять же пытались сделать все для того, чтобы Крым остался в составе Украины. Мы там проводили Евромайдан в Крыму буквально накануне этой агрессии. Многие ребята из нашей организации попали потом в плен ФСБ. Есть там даже вещи, которые там страшные, там пытки и все остальное. И поэтому для меня это тоже очень такой личный вопрос. и что мне не было понятно все пять лет после революции достоинства, это то, что почему такое, скажем так, очень непрактично и очень символически относится к задаче восстановления контроля над Крымом. То есть вопрос даже не в том, что его потеряли, что, на мой взгляд, действительно тоже очень слабое следствие слабого модели поведения. Вопрос в том, что сегодня о нем почти забыли. Когда мы работали в правительстве, была очень одна прикладная задача, очень понятный маркер, который мы перед собой ставили, который был для нас ориентиром качества работы государства в этом направлении. Это количество студентов, которые поступают, то есть молодых людей, которые поступают с территории Крыма в украинские вузы. Если вы посмотрите на динамику, она удручающая. То есть сегодня там крохи, почти там, ну проценты какие-то всего лишь с территории Крыма уезжают в Украину. Молодежи. А это еще та молодежь, которая училась в украинских школах, которая помнит, что такое украинский язык. Мы это почти потеряли уже. Это бездействие, на мой взгляд, преступное фактически бездействие. Это очень ярко свидетельствует, на мой взгляд, о реальном отношении государства. Ну не государства, а отдельных людей, которые за это отвечали, к этой проблематике. И мне кажется, что мы не имеем права продолжать в том же духе. Это точно направление, которым должно быть выделено отдельное, совершенно точное внимание. там есть сложная проблема крымских татар с автономией, которые, безусловно, заслужили того, чтобы иметь свое, какую-то свою субъективизацию в качестве автономии. Эта проблема, она до сих пор заговаривается. Это то, что точно должен быть приоритет. Надо четко понимать, что у русских в Украине усиливается влияние, в том числе и в средствах массовой информации. Однозначно. Что тот же самый господин Порошенко, он фактически легитимизировал тут Медведчука и у всех вот этих вот замечательных товарищей. Конечно. Надо там четко понимать, что у русских по-прежнему в Украине сохраняются интересы и стратегические нарративы. И речь не только о соросятах, которые мы сегодня уже обсуждали. Речь о более серьезных вещах. Например, давайте вспомним, с какими лозунгами делал свой украинский выбор Медведчук еще там 10 лет назад, когда это было. Ну, примерно в такое время. Это вот это вот прямое вылезъявление, тоже народов власть. Да, ничего нового. Все то же самое. И это децентрализация и федерализация и тут тонкая грань. Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим об оптимизме, возвращаясь к вашему вопросу, важно помнить, что у нас по соседству опасный, коварный враг, который сидит в Кремле. И не имею в виду русских... Как народ. Как народ. Руководство, государство. Я имею в виду аппарат. Государство, которое поставило свою цель уничтожить или максимально ослабить Украину как государство. И это те вызовы, к которым точно нельзя относиться легкомысленно. И это не только про фронт, это не только про обстрелы, боевые действия, линии разведения, это про намного более глубокие, глубинные процессы, которые происходят в государстве. И в этом смысле, когда мы продвигаем децентрализацию, продвигаем народовластие как возможность или инструмент проведения референдумов, надо помнить о том, что это инструменты, за которые топит и часто сражается. Даже вот эта пророссийская часть общества, я думаю, что это скорее такие пророссийские группы влияния. Они вообще хотят ослабить максимально центральную украинскую власть для того, чтобы использовать этот момент для дальнейшей дезинтеграции страны как государства. И именно поэтому я считаю, что сильный президент сейчас с хорошо построенной сильной вертикалью это критически важные условия, при которых можно себе позволить идти в углубление децентрализации, в углубление каких-то инструментов прямого волеизъявления принятия решений. Потому что можно сколько угодно бегать с флагом и кричать про прямое волеизъявления, референдумы как инструмент принятия решений, приводить в пример Швейцарию, Великобританию. Но для этого надо просто помнить, что это самый простой для цели манипуляции инструмент. И при помощи телевизора людям можно вбить голову и убедить что угодно просто о каких-то совершенно фантастических вещах. Я уже молчу, кстати, о том, что вы уже помните, у нас есть референдум, проведенный в начале двухтысячных, который до сих пор не вспомнен. И тогда за изменение Конституции важное, за 300 депутатов, за подобные символические вещи, за двухпалатный парламент проголосовало огромное количество людей просто. Ну, то есть там 70 плюс процентов. Медведчук тогда его и организовывал этот референдум, между прочим. Ну, я просто о чем говорю, о силе референдумов, да. Вы помните референдум Brexit недавно, да, где перевес в несколько процентов, потом протесты, и все равно решение референдума выполняется. И посмотрим на наш замечательный референдум, где поддержка колоссальная, 80 плюс процентов, и после этого никаких совершенно юридических последствий. надо просто понимать и думать. Это не значит, что эти инструменты не имеют права на существование. Нет, вполне. Это значит, что имплементируя подобные инструменты, надо хорошо отдавать себе отчет в том, как они могут быть использованы в условиях ведения войны. Алексей, мы сегодня затронули очень много важных тем. Я, во-первых, хочу поблагодарить киевский отель Premier Palace, который нас сегодня принял. Я хочу поблагодарить вас за честный разговор и за две вещи, которые очень важны, на мой взгляд. Первое, это то, что простой парень из городни Черниговской области, благодаря своему интеллекту, своему труду, не имея никаких связей, смог достичь того, что стал самым молодым премьер-министром в мире. Это очень важно для тех, кто нас смотрит, особенно для молодых людей. Пожалуйста, двери открыты. Идите, работайте, и вы тоже добьетесь успехов. Не обязательно вы станете премьер-министрами, правда? Но вы можете стать крупными руководителями, директорами предприятий, я не знаю, создать IT-продукт, что угодно. Нужно работать и двигаться вперед. Это первый важный вывод, который я сделал из нашего интервью. И второй, мне очень приятно, что среди высшего руководства Украины есть человек, который понимает всю опасность России сегодняшней для Украины и понимает, как нужно минимизировать эту опасность. Мне кажется, что сегодня у нас недооценивают Российскую Федерацию в этом плане и розовые очки надели и не понимают, насколько это жесткий, коварный враг. Да, я с вами соглашусь по поводу, пожалуй, прежде всего, второго вывода. И сигнал о том, что каждый человек в Украине, который готов работать много над собой и вкладывать усилия в свое будущее, может добиться успеха. Это очень важная характеристика страны, прежде всего. Страна возможностей. Потому что абсолютно точно, это Украина страна возможностей, Украина это страна работающих социальных лифтов. И если оставаться целеустремленными, то рано или поздно у вас все получится. Хотя откровенно я хочу сказать, что это скорее пока только такая первая серия, потому что впереди еще такое количество огромной работы и такое количество проблем, которые надо не просто решить, их надо, если хотите, некоторые надо прожить для того, чтобы их решить. То есть это значительно более глубокая история, из них надо вырасти, что я думаю, что мы еще много-много раз будем иметь повод для подобного диалога. Тем не менее, это оптимистичный финал, и я вам за него благодарен. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.